У прямому эфири. З Киева. Саввик Шустер Студия презентует. Вы будете гарантом свободы слова? Буду. Доброго вечера. Прямый эфир «Свобода». Мы самая свободная программа в Украине на Первом национальном и телеканале «Эра». За нашей программой сейчас можно следить в онлайн-режиме сайт 3s.tv. На этой неделе общество в основном обсуждало гибель милиционеров в Одессе. В ночь на пятницу 30 сентября возле села Кошары Одесской области правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию наемного убийцы Аслана Дикаева. Спецоперация превратилась в бойню. Двое милиционеров погибли, четверо получили ранение. Дикаеву и его сообщникам удалось бежать. И скрыться. В субботу их нашли. Нашли их в частной гостинице в Одессе. То есть они смогли зарегистрироваться в частной гостинице в Одессе. Они не убежали в лес, они не погинули Одесскую область. Они зарегистрировались в гостинице в Одессе. Бойцы спецподразделения «Сокол» провели операцию по их нейтрализации. Аслан Дикаев и один из его сообщников были убиты. Третьему удалось скрыться, и он все еще в бегах. Вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко и глава комитета по вопросам безопасности и обороны Анатолий Гриценко подвергли резкой критике министра внутренних дел Анатолия Могилева. Министр согласился прийти к нам в программу, и я приглашаю в студию Анатолия Могилева. На этой неделе вы дважды выступали в Верховной Раде. Я должен сказать, для меня это были достаточно сумбурные дискуссии. Я мало что понял, и я думаю, что люди тоже мало что поняли. Поэтому у вас сегодня есть возможность прямого общения с народом. А народ у нас сегодня, рожденный в Украине, это наша традиционная аудитория, одна группа. Это ребята 19-20 лет, все, которые родились после 24 августа 1991 года. Вот они работают с нашим компьютером и оценивают то, что происходит в нашей студии. И вторая часть нашей аудитории, это средний класс. Это у нас руководители агентств недвижимости. Люди, которые как никто чувствуют, что происходит в экономике, и не только в экономике, а и в социальной жизни страны. Я сразу вам хочу задать два вопроса, чтобы вы привыкли к этому нашему аппарату, который в прямом эфире оценивает изменения общественного мнения. Значит, первый мой вопрос. Готовы ли вы платить за эффективную работу милиции? Ну, в форме налогов, к примеру. Готовы ли вы платить за эффективную работу милиции? Еще не появилось. Еще не появилось. Вот на этих компьютерах еще ничего не появилось. Номер один. Нет. А, вы приняли все? Вы уже проголосовали? Так, покажите результаты. Готовы ли вы платить за эффективную работу милиции? Из собственного кармана. Ждем, ждем. Так, рожденные в Украине. Да, 80% молодежи готовы платить из своего кармана за то, чтобы милиция работала эффективно. А что касается наших людей среднего класса, которые немножко, как бы сказать, они, наверное, порациональнее, попрактичнее. Я думаю, там 80... Хотел сказать, что 80% не будет. 96% готовы платить, чтобы только вы работали эффективно. Представьте себе. Второй вопрос я вам задам сразу. Возможно ли реформировать украинскую милицию? Как вы считаете? Возможно ли реформировать украинскую милицию? Номер 28, пожалуйста, еще раз нажмите. И 36, еще раз, пожалуйста. Так, сейчас увидим. Возможно ли реформировать украинскую милицию? Так, рожденные в Украине. Возможно. 88% считают, что да. Страна оптимистов. А руководители агентств недвижимости? 80%. Ну, я вам скажу, вы в очень хорошей аудитории, правда? Вам сильно повезло. А, значит, кроме одесских событий, мы расскажем о том, что произошло в селе в Киевской области Семиполки. Там местный житель застрелил участкового. И, кстати, очень многие люди в селе поддерживают убийцу, что само по себе интересно. За нашим прямым эфиром сидит министр внутренних дел Грузии, Вамом Мирабишвили. И он, как только мы установим сателлитную связь, подключится к нашей дискуссии. А я все же предлагаю начать с Одессы. Вот как национальные телеканали освещали эту бойню. 21-ричный беркутевец Виктор Кожеко и 40-ричный инспектор ДАІ Олександр Розмарица загинули під час операції із затримання замовного вбивца. Пробачьте, что не вберегли, скажет их родителям министр. Та они не перестают запитывать, чому. О півночі неподалеку від Одессы брати Киллера з Росії вислили группу з 12 людей. У простеньких жигулях їхало троє і цілий арсенал. Пістолети, гранати, автомати. Їх зупиняли ДАІшники, на яких не було навіть бронежилетів. Беркутівці, щоб не сполохати злочинців, чатували неподалік. Коли один з трьох бойовиків вийшов з машини показувати документи працівникам ДАІ, четверо беркутівців рушили на затримання, двоє до водія. Ще двоє до одного з пасажирів. Тоді всі вважали, що він один. Як виявилося, двоє бойовиків вискочили з автомобілю з автоматами у руках. Кулями вони полили усіх навкруги. Водієм вже ніхто не займався, і він дістав гранату. Руководитель з апарату, ініціатор проведення цієї операції, сказав, що по інформації тих людей, які ведуть якби наружне наблюдення їх з сусідньої області, відповідно, з Николаївської, що якби їх там два людини, і вони повинні були бути безорушними. Прорахунки намагалися виправити вже при затриманні. Утікачів вирахували через добу після зникнення за телефонними розмовами. Вони забарикадувалися в одному з приватних готелів Одеси. Штурм почався о півдні. По тому іще п'ять годин в районі Аркадії лунали постріли. Свідки кажуть, правоохоронці не вели жодних перемов зі злочинцями, одразу діяли на ураження. Один із бандитів загинув у приміщенні, другому вдалося вирватися з будинку. Снайперська куля наздогнала його вже біля студентського гуртожитку. Один із бандитів утік. Наймовірніше, кажуть, у міліції виїхав на машині зранку. Ще до початку штурму. І навряд чи без зброї. Знайти його – тепер справа честі. Анатолий Задимович, критики, а їх багато, вони в основному аргумент отсутствие професіоналізму. Ну, я вам скажу так. Це трагедія, це дуже печальне события. Я, в першу чергу, я благодарю аудиторії за оцінку, которую ви давали вначале. За фінансування милиції, за можливість реформування, а тепер к зброїм в Одесі. Це трагедія, яка злочилась. Увы, робота в милиції відноситься к однією з найпасніших у нас в країні. Наравні там з шахтєрами, з пожарними, сотрудники милиції передагадуться до такої жіпасності. К примеру, в першому році погибло 8 роботників милиції при исповненній службових об'язанності. Болі 170 були ранені. В текущем році погибло троє. Вот, іменно о них ми і говоримо сьогодні на Київській області, двоє цих ребят. І ось більше ста пострадали, ранені при виповненній службових об'язанності. Роботник милиції на постійніх знаходиться на остриє борьби з пріступністю. Це професія дуже опасна. Дуже любой сотрудник патрульно-постової служби, який патрулірує тімні уліців міста, він в любой момент може нарватися на носу чи на пулю бандитів. То, що случилось в Одесі. Эту групу, яка подозревалася в совершенні заказного убийства в Закарпатській області, по ней работали і розрабатывали. В силу определенних причин, які я сказав раніше, одному із них на автомобілі удалось уйти від наружного наблюдення. По нашим данам, ця машина двигалась в сторону Одесі. Поэтому поступила команда замістів начальника УВД Одесської області по оперативній роботи об організації задержання цього автомобіля. Він поручил її исполняючі об'язаніюю управління розыску, той зформував групу із сотрудників уголовного розыска, привлікли к цьому делу патрульну машину «Беркута». Сейчас я дальше, я потом остановлюсь в причинах всего этого дела. І патруль ГАИ. Вот эти 12 человек, сотрудників, виїхали на місто, проводили операцию по задержанню цього автомобіля, при этом не предполагали о том, що буде у них такий арсенал оружія, і кроме того, що два цих чоловіка, вони були тільки самі поверхностні данні, які убиті, о тому, що це професіональні боєвики, які, проще, мають опыти Чеченської війни, мають опыти боєвих дійсів доволі більшої, то є професіональні кіллери, професіональні убийці. Об цьому данних ніяких не було. Тому такий неожиданний отпор з примененням гранат, автоматних очередей і всього остального був в якій мере неожиданністью. Із-за цього пострадали наші сотрудники, два убиті, два находяться в Києві, зараз на ліченні в нашому госпіталі, двоє пострадавших, більші легких, о чому це говорить, о тому, що розвідка не та? Нет. Понимаєте ли, операции, які проводяться в милиції, доволі часто, буває, що їх планирують за нескільки днів, за нескільки недель, а буває, що ця ситуація возникає сейминутно, остається час-полтора часа на підготовку і проведення операции. В принципі, такі операции регламентируються большим количеством нормативних документів в милиції, і там чітко прописано, що необхідно делать. Такі операции по задержанню притупників на автомобілях, ну, вони не единичні, вони проводяться практически на території України почти ежедневно, а більш серйозно – почти еженедельно, де задержуються притупники, займаються оружію і так далі. Здесь просто ми попали на професіональних бандитів, на професіональних кіллеров, і тому отпор був настільки неожиданним, що к нему, чесно говоря, не були готові. Але ведь оперативники, вони понимали, що вони охотяться за наємним убийцей? Скажемо так, у них була ориентировка, що ці лиця подозреваються в совершенні заказного убийства з примененням пистолета. Тому о гранатах і автоматах річ не шла, по большому счёту. Хоча наші інструкції предусматривають проведення определенних інструктажей і определенних действий. За те, що ці інструктажі провели не в полному об'ємі, уволен із органів і наказан цілий ряд сотрудників ОВД Одесської області, начи від начальника ОВД і вниз до тех людей, хто був учасників оперування. Я не кажу, що вони совершили какое-то преступлення, я кажу, що вони нарушили те пункти інструкції, знаєте, якобычно все делаємо, все довели розуміти, що необхідно робити, а чіткого інструктажа кожному не було. Вследствие цього, це один із факторів, який повлияло на це. Тепер, самая важна причина, чому це відбувалося. Саме важна. В 2005 році, я об цьому заговорив в парламенті, було принято решення, руководством ОВД, тодішнім, о ліквідації штурмових груп в Беркуті. Беркут – це спеціальні подразделення, які создавалися ще до «Сокола» в УБОПі. Це були спеціальні подразделення, в яких були штурмові групи для проведення спеціальних операций. В 2005 році, я мотиви ці понять, честно кажучи, сам не можу зараз, в 2005 році було принято решення о ліквідації таких штурмових груп. Тоді перенимали всякі там європейські опыти і рішили, що із Беркута можна зробити елітне ППС. ППС – це патрульно-постові служби. Тільки зробили патрули більш елітні, в беретах, більш підготовленні хлопці, в чому особливості штурмові групи. Це не проведення операций раз в год, раз в полгода. Це еженедельні тренування, їх задача, еженедельна тренування по отробці штатній ситуації. Т.е. задержання автомобіля просто з преступниками, задержання автомобіля, де є з преступниками і заложніки, захват дому, де є просто бандиты, захват дому, де є заложніки. Ось ці штатні ситуації еженедельно штурмовими групами Беркута прорабатываються. Тоді вырабатывається автоматизм действий той групи, яка получає команду на задержання. Автоматизм действий. Вот цю систему підготовки за последні 5 років полностью разрушили. Более того, я закончу мысль свою. Более того, тогда же змінили штатну положенність вооруження, яке положено имати Беркуту. У них забрали гранати, гранатомёты, взрывчатку для проникновення сквозь укреплённі двери или стены в домах, де находяться преступники. Эти спецпрестра забрали. Остались только пистолеты і автомати калибра 5.45, які, в принципі, обладають доволі условною бойною силою. Кроме цього, на протяжении последних років те средства захисту, які положено имати сотруднику, це бронежилет разного класа і разного вида. Вот, ви, якщо помните, мене обвиняли в Верховной Раді, що там ми закупили бронежилети більші дорогі, ніж покупали до цього. Так вот, за 800 гривень бронежилетів 2-го класа, який держав только пуля, це ПМ, от ТТ вони його не держат. Этот бронежилет закриває только грудную частиць человека. Бронежилет більш серйозний, який стоїть дороже, це бронежилет більш плотний, це третєго класа захіта, який держав пулю, в тому числі, з не велишого росту, з 5 метрів і автоматну пулю, імеє защиту до пахової області, воротник на шеї і шлем, який закриває більш плотно человека. Вот ми на ці ціли, я просто, мене можна наприкнути, в тому, що Могилєв, ви вже вже 2 роки міністр, а не робите всього цього. Я розумію, це можливий упрям. Значит, вот смотрите. Ви ж могли восстановити. Ми, щас, щас, щас я объясню. Ми, практично, в 9-м году, при том же самом бюджете МВД, на перевооруження или покупку вооруження и средств защиты, було потрачено 76 небольшим миллионов гривень. В 10-м году, когда пришел я, я докладывав президенту ту ситуацию, которая существует с милицией, ми решили вопрос о выделении в наших бюджетах. В 10-м году потратили 446 миллионов гривень на вооруження, в том числе на покупку оружия и средств защиты. В 11-м году мы потратили 996 миллионов гривень. Цифры, понимаете, насколько больше. Но, учитывая то, что потребность, которую нам выделялось все эти годы, занимала где-то от 5 до 10% необходимого, то, что мы даже закупили сотни бронежилетов, кассок, радиостанций, автомобилей, этого только мы отдельные прорехи сумели заделать. Сумели, увы. Только самые такие, с нашей точки зрения, болезненные места. Хотя, вы же понимаете, такая ситуация может случиться и в Одесской, и в Волынской, и в Донецкой, и в Харьковской области, в принципе. Поэтому мы по частям заполняли эти подразделения. Все, увы, за короткий промежуток времени заполнить не успели. Мы многое сделали за эти полтора года для оснащения и защиты. Я вот, наверное, жалею, что я не привел сюда показать, чтобы один бронежилет, который был, и второй. Вот на Беркутенке, который погиб, царство ему небесное, он был в бронежилете, но этот бронежилет, учитывая, что он довольно крупный, он закрывал только грудную часть его. И ему пули попали в шею и в брюшную полость, от чего он и погиб. Был бы на нем бронежилет полный, который закупали вот мы, он бы остался жив. Это вот проблема обучения состава личного и проблема защищенности и вооруженности, именно она, вот этот вот пробел, он и повлек такие жертвы здесь. Теперь, к этой операции, продолжаю ее дальше. Значит, я считаю... Извините вас только. У нас, что я зрителям объясню, которые нашу программу смотрят, вы видите поддержку аудитории, значит, фиолетовый цвет это руководитель агентств недвижимости, синий это рожденное в Украине, и цифры, которые вы видите, это цифры поддержки из 100%. Спасибо. Так, извините. Теперь я продолжаю эту операцию дальше. Я первую часть ее объяснил, вторую часть. То, что милиция сумела за одни сутки установить местонахождение этих бандитов, это, в принципе, успех. Обычно такие операции, там было заездено очень много сил, там прочесывались громадные территории Одесской области, вплоть до того, что для допатрулирования лиманов, вы знаете, там очень много водной территории. Пререплечена была к этому делу Николаевская область, сопредельная с Одесской областью, ориентирована Молдова. Я разговаривал с министром Российской Федерации, с министром Молдовы, разговаривал по этим вопросам, мы корренировали все силы. Когда мы установили местонахождение этих преступников, это где-то было около часов десяти утра. А как вы установили? Удивительно, они пошли в гостиницу. Если вы думаете, что в наших гостиницах регистрация очень четкая, и что эти ориентировки доходят очень быстро до всех, и люди проверяют, что и как, я вам скажу, мы в тот же день, в пятницу, было, как бы я вам сказано, в телевидении, помните, я показывал утром фотографии этого человека, фамилию Дыкаева показывали. Он под своей фамилией в гостинице зарегистрировался. Сообщений об этом к нам не было. Там по этому вопросу еще будут разбираться. Но человек мог не знать, не смотреть телевизор, к примеру. Когда обнаружили их там около десяти часов, было принято решение о блокировке этой гостиницы. Мы персонал аккуратно оттуда вывели, выяснили, что один из них рано утром около семи утра из гостиницы уехал. Они практически под утро уже пришли в гостиницу, около семи, один из них уехал. Это помещение было блокировано. Я еще раз подчеркиваю, это в принципе профессиональные бандиты, профессиональные киллеры, которые моментально увидели, что какое-то кольцо начинает сжиматься вокруг них. В ответ они сразу открыли автоматный огонь по тем людям, которые находились. То есть о переговорах в принципе уже речь не могла идти. Дальше от обстрела продолжался довольно... А там жилой район? Там жилой район. Мы максимально продвинули людей. Я вот меня убеждали в том, что вот там автомобиль стоял, его никто не убрал. Автомобиль стоял под самым этим помещением. Вы мне скажите, когда тут идет автоматный огонь периодически, кто пойдет автомобиль отогнать? Хозяин? Мы его не пустим. Реальность его погибели процентов 50 железно. Нашего сотрудника тоже не пустим. Любая такая операция, ее цель, цель и задача, это задержать или нейтрализовать преступников. И вторая цель это уберечь личный состав от потерь. Вот две цели, которые преследует любая операция. В первом случае это был такой, в силу объективных причин, провал. Второй этап. Я упрекляю в том, что это... Почему это было час, два, три, пять? Это могло быть и сутки. Мы выполнили главную задачу. Мы преступников нейтрализовали и мы сберегли личный состав и людей. Никто при этом не пострадал. С имуществом, которое пострадало в соответствии с требованиями закона о милиции будет принято решение, там все оценивается все это. Решение будет Кабмина о выделении денег на компенсацию того ущерба, который понесли граждане при ликвидации этой банк-группы. Вот вкратце, я готов отвечать еще на вопросы по этой теме. Нет, но там более-менее понятно, почему 12 человек в первой операции так мало, но мало 12 человек, когда идешь брать профессионального киллера. Речь на тот момент не шла о профессиональном курии. Я еще раз говорю, такие операции проводятся практически ежедневно по Украине и еженедельно по более-менее серьезным преступникам. Поэтому то, что там оказались именно профессиональные бандиты, об этом речь не шла. Мы такой оперативной франции не имели. Так, есть ли у нас включение с селом Семиполки? Инга Мизеря работает в этом селе. Тоже трагедия. Тоже трагедия. Инга, Киевская область, Семиполки, добрый вечер. Во-первых, Инга, расскажите нам, что произошло? Добрый вечер. Для начала мы находимся в Семиполках, мы находимся во дворе дома матери Виталия Запорожца, который 4 сентября застрелил майора милиции Николая Симоненко. И здесь собрались люди. Сейчас здесь более 70 человек, не всех видно, но на самом деле это только небольшая часть тех людей, которые поддерживают Виталия Запорожца. Когда люди узнали о том, что мертв Симоненко, то они просто начали приходить и приносить деньги матери Виталия Запорожца на адвоката для ее сына. И так за несколько дней собрали 20 тысяч гривен. Со мной на включении не только друзья и соседи, но и люди, которые не очень хорошо знали Виталия, зато хорошо были осведомлены. Инга, подождите, подождите, вы нам рассказали, что человек, селянин, убил милиционера. Вы нам не рассказали при каких обстоятельствах? Вы нам сказали, что произошло, какие версии, кто свидетели? Ну, расскажите, это же интересно. Хорошо, расскажу, это просто связано. Дело в том, что 4 сентября есть несколько версий, как все происходило. В кафе по версии милиции Симоненко, майор, пришел по работе, то есть он был при исполнении и проверял подучетный элемент, то есть лиц, находящихся под милицейским надзором. По версии селян, жителей Семиполок, в это время он был пьян и пришел для того, чтобы приставать к людям. По версии милиции он сделал замечание... К девушкам. Да, к сожалению, я не слышу. Я говорю не к людям, а к девушкам. По версии милиции далее майор Симоненко сделал замечание Виталию Запорожцу. Тот обиделся, пошел за ружьем, вернулся и выстрелил в упор практически в милиционера. По версии селян наоборот Виталий Запорожец сделал замечание пьяному майору Симоненко, после чего тот сломал ему ключицу. Тогда Виталий пошел домой за ружьем, вернулся и, собственно, застрелил майора Симоненко. К сожалению, людей, которые видели, как это происходило, людей, которые страдали от майора Симоненко до этого, в основном их здесь нету, потому что они просто очень сильно боятся об этом говорить. некоторые свидетели здесь присутствуют, но они тоже боятся на камеру говорить, они просто пришли и своим таким немым присутствием на программе уже поддерживают Виталия Запорожца. У нас есть женщина, учительница, чей сын в это время находился в кафе и он ей звонил. Татьяна Николаевна, скажите, почему он вам звонил, что он вам рассказывал? Шановная Украина, шановный панец министр, мы не бандитское село, которым сделали нас за месяц от этих событий. Мы обычные люди, своими бедами, своими проблемами, но мы уже больше 10 лет самих себя защищать. Был у нас так званый участковый, извините за українское слово, який минимум 4 рази выкликали до него милицию, потому что он с 4-го поверху стрелял по людей. В последние годы у нас совсем не было участкового, поэтому мы понимаем в чом понимаем, что человек как мог защищался. Да, среди ночи, не среди ночи, да, среди ночи, позвонил сын и говорит, мама, мимо, бьють моего одноклассника, мы все занемели, мы боимся ворохнуть мимо, что будет, это мое одноклассник, что его мама скажет, передаю его слова, мимо, это дьявол, пьяный, я не знаю, кто это, участковый, ну, это какой-то милиционер, продолжает тихонько дальше, Василька отпустил, другу дитину, другого парня взял, я, сыну, не двигайтесь, я сейчас иду, я среди ночи собираюсь и лету, я бегла дорогой, и я уже встретила их, они уже ищли, по дороге он мне еще позволил, и когда я бегла, он по дороге мне звонил, и говорит, мама, он где-то уник, его не стало тут, нам сказали, чтобы мы тихонько забирались из дискотеки, и дети спустились, дети, по 18 лет, но дети наши сыны, еще одно хочу сказать, не думайте, что мы таки жестокие, мы низко спевчуваем горю матери, которая похоронила сына, мы знаем, как выховывать этих сынов, но мы хочемо, пане министре, дайте нам шанс поверить в то, поверить в то, что будет справедливо оценено, оценены дии, и, вибачте, покойного майора милиции, и дии Виталика, и тех, кто дозволил ему померти, он был живый, он был живый, можливо, целиком можливо, что комусь ця смерть было потребно, вибачте. Это уже такое заявление, которое вызывает мысли некие. Можно мне говорить? Да, можно. Я, во-первых, сочувствую погибшему милиционеру, а теперь в отношении того, кто его убил. Этот человек ранее судим за хулиганство, за сопротивление работнику милиции и за кражу, чтобы было понятно. Я не хочу говорить или отбелять пытаться работника милиции, который там был. Да, он был в кафе, да, там был день рождения. Он сделал замечание этому гражданину, этот гражданин вышел из кафе, пошел домой, взял дома ружье свое, вернулся к кафе, дождался, пока сотрудник милиции выходил из дома, и пулю в упор попал ему в живот. Это вот как события происходили по этому вопросу. Он упал, пока доехала скорая помощь от кровопотери, данный милиционер умер. Вот как происходили эти события. Если я прошу людей, которые собрались там, вот вы говорите, кто-то боится говорить о чем-то, кто-то боится заявлять, есть люди, но не боятся. Я прошу, вы можете прийти в прокуратуру, по этому факту возбуждено уголовное он задержан по факту этого убийства. Придите в прокуратуру или представьте нам данные о том, что этот милиционер совершал противоправные действия. Вопросов уже нет. Я как министр никого покрывать не собираюсь. Мы сдадим самую объективную оценку всем событиям. Но я глубоко убежден, что что бы мы ни делали, или какие события там не происходили, никакой гражданин не имеет права пойти домой взять ружье, дождаться выхода из кафе и валить ему пулю в живот. Это в принципе неадекватное поведение или преступное скажем так. Поэтому я готов по каждому факту противоправных действий работника милиции данные об этом мне представьте. Я гарантирую, что мы проведем полное расследование и даже если он будет виноват и его уже нет, то по этому факту правовая оценка ему и его руководителя. Это вам гарантирую. Поэтому я знаю, что самое страшное когда в смерть или в кровь вмешивают политику. Я знаю сколько было там депутатов с камерами которые приезжали в это село и собирали по крохам может где-то кого-то кто-то обидел. Работник милиции работающий в населенном пункте он объективно часто довольно имеет негативную реакцию от кого-то. Более того при самом правильном решении спора обычно есть потерпевший и обвиняемый. Как правило самое идеальное решение как правило потерпевший считает что его преступника наказали мало а правонарушитель что наказали его сильно. Поэтому довольство действиями довольно условно из-за объективных причин. Поэтому я еще раз говорю я эту фабулу этого дела рассказал дело это находится в прокуратуре прокуратура даст реальную адекватную оценку законную этим действиям а если у вас есть какие-то данные у кого-то о противоправных действиях милиционера потому что это все взагали кто-то где-то что-то сказал это пример с Одессой где тоже поднимается вопрос кто-то видел что убегающий бандит поднимал руки кричал о спасении кто-то кто неизвестно покажите мне этого человека он даст показания я гарантирую что взвод его будет охранять чтобы он ничего не пострадал но таких данных это кто-то выдумал ко мне депутат я узнал из интернета у нас пока еще интернет не свидетель по делу если данные есть я готов то самое все это объективно взвесить и разобраться однозначно Инга да дело в том что Анатолий Владимирович сказал что должны быть обращения но обращения уже были по поводу именно этого милиционера Людмила здравствуйте студия господин Макгилев уже доказано Спаски приезжал к нам в семиполке и мы показывали заявления которые были на Симоненко с 2009 года за 2010 год за 2011 год ОВБ находится под личным вашим контролем и эти заявления никогда не рассматривались как серьезно поэтому это и стало причиной гибели майора Симоненко то что прокуратура ОВБ которые должны контролировать работников милиции они не сделали свою работу и люди уже вынуждены были оборонять себя сами потому как неоднократно Симоненко нарушал закон и были обращения в прокуратуру ОВБ здесь есть собранные тоже заявления которые написаны в ОВБ и прокуратуру я не привлекалась ни разу к уголовной ответственности даже к административной поэтому считать что я как-то заинтересована в том чтобы Симоненко был плохой нету никаких оснований я вас прошу все эти заявления направьте мне прямо в конверт напишите министру и отправьте ко мне обещаем объективную разборку по этому вопросу инга все заявления соберет и привезет я хотела бы дать слово матери Виталия Запорожца которая немного расскажет о том что произошло когда Виталия искали какая ситуация была в селе и какая ситуация была в их семье Наталья Яковлевна скажите что у вас произошло дома в ночь поиска Виталия я не была дома а когда я приехала из милиции то я вообще думала что я уже разрыв сердца получу что я так перенесла в этой милиции шок когда я зашла в хату то я вообще думала разрыв сердца получу кто это таки давал указ это вы давали пане министре таки указ чтобы они это таки делали погром в хате чтобы воровали все это вы давали таки наказ что кто это давал что вкрали Я скажу, что вкрали. Даже вкрали. Батька моего уже не ма 27 лет. Даже казанки позабирали из гаража. Уже батька моего 27 лет не ма. Чтобы позабирать даже это каким-нибудь мелочным, после моего рецидивиста, и не гидко, и не стидно надевать носки стираные, чтобы ножички даже позабрать. Сколько забрали? Гроши забрали, литературу забрали, тысячу надвив его забрали, одежду забрали, обувь забрали. Поставались спусти. Не стидно, мой кошелечек лежал, где было 97, так забрали. Это что, не стидно? Это милиция? В какой-то академии учили вы? В какой? В Киеве? Или где? Сейчас мы ответим. Что стало? Хорошо. Трудная ситуация. Абсолютно нетрудная. Если у человека что-то пропало, по этому вопросу заявление по нему будет разбираться. А теперь я вам скажу, я просто помню, когда это случилось, ко мне привозили объяснение этого гражданина запорожца. Вот его объяснение, я так почти дословно воспроизвожу. Я не помню, как я пошел домой, я не помню, как я взял ружье, потому что я был расстроен. Когда я пришел, я понял, что я взял ружье для того, чтобы кого-то убить. Из-за того, что я был в состоянии сильного алкогольного опьянения, я с трудом контролировал свои мысли. Вот это мысли о том. Поэтому, куда у вас пропали казанки или носки, это вопросы, наверное, не к нам. Тем более, в тот день, когда его начинали искать, довольно интенсивные поиски этого человека, учитывая, что ружье мы изъяли потом уже где-то только на следующий день, это ружье. Поэтому давайте не будем с этого дела делать какие-то инсинуации. Если у вас есть данные о каких-то противоправных действиях, у вас два варианта. Обратиться или в милицию, в настоящий УВД или МВД, мы проведем объективную проверку, или в прокуратуру, которая тоже примет процессуальное решение в соответствии с законом. А это, опять же, это так, ну, понимаете ли, можно обвинять в чем угодно. Пропало это, пропало то, ушел тот. У вас, Ингл, у вас же там среди людей, собравшихся, есть еще и бывший участковый, я так понимаю. Да, как раз ему хочу сейчас передать слово. Рядом со мной Григорий Григорьевич Цир, он 12 лет работал участковым в семи полках, сейчас он подполковник на пенсии. Скажите, пожалуйста, какая ситуация была в селе последние годы в отношении милиции? И расскажите о том, как вашего сына тоже, в общем-то, приглашали, да, поговорить. Пане министры, я вам скажу, что обстановка особенно не была радостной. В связи с тем, что с боку работников селищного отделения милиции мала в высочайшей степени грубость относительно граждан. Вы знаете, что если взять и сделать проверку, сколько побитых людей, поломаны ребра, это не одним днем все сказано. Біля меня стоят женщин и родители, его скатывали. Шесть годин держали его в наручниках, руки назад были, и за ногу привязаны к перила. Он получил стройные тяжелые и телесные ушкоджения, никаких мер до сегодняшнего дня не принято. И прокуратура, это дело уже два года возвращает туда-сюда. Я бы попросил вас тоже, возьмите на контроль. Слідча просто, ну, не цей. В связи с тем, я скажу, був звонок по телефону сына, приехать в милицию. Син дав мне телефон, я говорю, что случилось. Я представился, подполковник запасу на пенсии, он заявляет мне, когда я скажу, туда приедет. Я говорю, я сейчас возьму, отключусь, куда приехать. Давайте в Лелек, где этот трагический случай ставился. Мы приехали туда, я сел с одним оперативным працівником, почав разговаривать, потом с другим, сын там сидел. Что-то они сына покрутились, надо, сын потом мне сказал, что сказали, его тут не надо, надо везти в броваре, пресывать. Я сына не оставил, я сел в машину свою, и сыну мы приехали, дали працівника. Мы приехали туда, сразу сына забрали в карный розшук. И вы представляете, я ветеран, отдал 26 лет, открываю двери, шесть человек окружили сына, уже один нанес сыну удар и говорит, что сыну, как потом он мне рассказывал, что мы тебя везем в поле, мы тебя в лес завезем, мы тебе руки поломаем, ну что это за беспредел? Я так подивился, я зайшел, говорю, хлопцы, что вы делаете? Вот представьте себе, они бьют сына, и я захожу в ту ситуацию. А что же мне делать? Я тоже бывший милиционер, и я кинувся на них. И представьте себе, пошла потасовка, и меня повинили, что я зайшел в карный розшук и начал в бейку. Во-первых, нет никакой культуры абсолютно. Вы бы увидели, понавозили этих детей с семи полок, то и в трусах, то и в шортах, то и босси, а потом приехали люди и депутаты были. Я говорю, за что? Он говорит, что пришли в 5 часов утра, меня в машину кинули. Ну, вы бы извините мне, это беспредел. Я уже и отрубил тут 12 лет. Спасибо. Дело в том, что, да, еще буквально 30 секунд, среди нас есть женщины, чьих детей увозили к карьеру, и там приставляли пистолет к голове для того, чтобы они давали показания, где находится Виталий Запорожец. Но, к сожалению, эти женщины, ну и, наверное, правильно, боятся показывать свои лица и говорить о своих детях. Правильно, неправильно, это вопрос другой, это не нам судить. Я просто вижу, что вот народ в студии поддерживает рассказ, поддерживает то, что говорит милиционер в отставке. Я абсолютно согласен с людьми, которые говорят о возможных правонарушениях. Только если мы будем бояться, то это будет продолжаться сколько угодно. Необходимо по каждому такому факту обращаться и говорить или в прокуратуру, или в милицию, в органы, в стоящие, чтобы по каждому факту разбирались. А товарищ подполковник тогда должен вообще понимать систему жалоб в милиции или обращения в милиции, или действия работников в милиции. Если он уже обратился к тем, просто, в отношении противоправного действия своего сына, и решение он считает принято какое-то неправильное, уже прошел месяц, значит, решения были бы приняты, то давайте пускай он приезжает к нам, мы поднимем все эти решения и разберемся по этим фактам. Понимаете ли, вот это огульное говорение. Тот боится сказать, что-то случилось, но он не хочет говорить. Тот где-то что-то слыхал, но лица показать свои не будет. Так это будет продолжаться сколько угодно. Необходимо по каждому конкретному факту противоправных действий кого-то принимать какое-то решение. Вот давайте все вместе, решение по этим фактам мы будем принимать, ничего не укрывая. Абсолютно. Я, увы, признаю, это понимают все, что наша милиция в настоящий момент не отвечает требованиям сегодняшнего дня. В силу каких причин, я это тут вам объясню. Вы это все поддерживаете. В силу каких-то причин. Не отвечает реалиям сегодняшнего дня. Причины... Я это прекрасно понимаю. Сейчас я легко могу объяснить, так сказать, второй этап, вот то, что мы говорили, вот первая часть разговора. Ну, я надеюсь, мы нам закончили с этим населенным пунктом. Вот то, что вы говорили в самом начале, в начале этого нашего вопроса, когда были вопросы, нужно ли милицию финансировать, и можно ли милицию, так сказать, перестроить на нормальный вид. И там, и там сказали, да, милицию нужно финансировать, и да, ее можно перестроить в нормальный вид. В чем самая главная проблема? Вопрос какой-то? Это не у меня, запитание в интернет, очень много листов вам приходят. Ну, по-перше, есть зауважения, которые вам поддерживают, которые говорят, что до тех пор, пока машины будут тонированы с темными векнами, и не будет видно, кто там есть, не разберутся. Я не понял. Нет, 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 ну, дозвольте, потому что сотни листов приходят вам. Другое, зауважение про то, что, когда нужно разъгнать какую-то демонстрацию, або где-то пройти сякойками по головам, то там все и с устаткованием, и с изделением аргументов, и с газом, там все нормально. А третье, наибольшее, вы говорите, дайте мне в руки скарги, и я разберусь. Вот, наибольшее, зауважение, с привода того, чему люди боятся свидетельствовать, чему боятся показывать свое обличие, они кажут, что в руки вам, пане Могилеум, ничего не доходит, а повертается назад, скарга в руки тому, на кого скаржаться. И тогда люди получают по полной программе от таких зауважений наибольшее. Из всей Украины, это я вам могу показать. Я понял, Натя, мне пора заводить страницу в интернете, в твинтере или где-то еще, заводить страницу, куда могут поступать жаловы. Если, наверное, необходимо это делать. Если президент... С этим я согласен, что я не могу это делать. Теперь вот я... Если президент Обама может, вы тоже можете. Вот давайте я вот сейчас, так сказать, вернусь к проблеме, которую подняли. Вот в чем проблема милиции? Вот мы два эти вопроса, которые были вначале, не говорили. Проблема в чем милиции? У нас милиция за эти 20 лет независимости Украины, ее принципы работы остались старыми советскими. Но кардинально изменилась страна. Мы живем в абсолютно другой стране по сравнению с бывшим Советским Союзом. Это другие социально-экономические отношения, это другая абсолютно преступность, это другие преступники. Виды преступлений появились совсем другие. То есть милиция должна была меняться под требования сегодняшнего дня. И самое главное, милиция Советского Союза заещала интересы государства. Интересы государства были превыше всего. Интересы или права личности человека, это было второстепенно. Любое нарушение прав и свобод человека при оправдании интересов государства, это принималось правильно. И милиция на это была настроена, выполнять такую задачу. Анатолий Владимирович, можно я вас прерву? Потому что мы помним, что вы сказали. Мы прервемся на очень короткую рекламную паузу и вернемся в прямой эфир. Прямой эфир, первый национальный телеканал «Эра». Мы продолжаем. Наша аудитория, две группы, рожденные в Украине и руководители агентств недвижимости. На ваших экранах вы видите синий цвет, рожденный в Украине. В Украине руководители агентств недвижимости фиолетовый. Цифры, которые вы видите, это цифры поддержки из 100%. Той и другой группы. Анатолий Могилёв, министр внутренних дел, в прямом эфире у нас. До рекламной паузы министр сказал, что милиция осталась советской, страна изменилась. Та милиция обслуживала государство, и государство было прежде всего. А права человека, это уже было второстепенно. Я позволю себе говорить дальше. Так вот, милиция осталась такой и точной. В чём основные, так сказать, особенности были милиции советской? Советская милиция была полностью маттех обеспечена, то есть нормальная была заработная плата выше, чем средняя по стране, и полное обеспечение формой, бензином, автомобилями, вооружением, защитой и так далее, и так далее. И приоритет интереса государства. Теперь мы эту милицию такую и точно переместили в наше время в рыночные отношения. В силу целого ряда причин милиция на следующий момент финансируется на 40% необходимости. Я вам приведу примеры, что на автомобиль в среднем в МВД выделяется в сутки 2,3 литра бензина. Вот вы себе представьте, как может автозак, который обеспечит работу суда, работу следствия, милиции, или патрульная машина, или дежурный автомобиль, который выезжает к людям на происшествия, на этом бензине проехать. Ну, наверное, в принципе, никак. Это при том, что мы в прошлом году эту проблему немножко сдвинули. Я приводил вам цифры того, как мы улучшили мат техобеспечения милиции с помощью президента, правительства, увеличили немного. В этом году увеличили ещё больше. Дай Бог, на будущий год получим бюджет ещё больше. Но получилось так, что милиция на 40% обеспечена. Это и низкая заработная плата, и крайне низкое обеспечение. То есть, нужно где-то что-то доставать. Теперь дальше. На протяжении всех этих лет, при болтовне и разговорах о реформах, которые 20 лет в милиции проводили, критерии работы остались те же самые. Необходимо было. Чем больше протоколов составили на украинских граждан, тем лучше. Чем раскрываемость должна быть около 70% преступлений, не ниже. Причём, опять же, с условиями, это при критерии остались те старые, советские, настроенные на интересы государства. Нужно составить любой ценой протокол, приставая ко всем, кто попадается под руку, и любой ценой раскрыть, любым путём, путём и применения насилия, увы, это есть. Во всём мире, в соседней основе Польша, в принципе, структуру полиции, которую мы хотим взять, колеблется раскрываемость около 40-50%. Это, в принципе, нормально. Вот эти вот 20, это вот и есть злоупотребление. Вот эти критерии мы с конца прошлого года, в этом году с милицией никто их не требует. Но стереотип мышления основной массы милиционеров, стереотип мышления даже руководителей отдельных, он ещё, увы, остался. И это только постепенно снижается. Я вам приведу цифры такие, что у нас за год в отношении граждан Украины составлялось до 9 миллионов протоколов административных. Представляете, какая эта цифра? До 9 миллионов. Причём доходило до такого абсурда, что наши работники у нас возбуждали суровные дела за фиктивно заставленные протоколы. То есть начальник, начальничек маленький, посылая патрульника, ППСника на улицу, говорит, принеси 5 админпротоколов. И вот он выходит с одной целью, надо кого-то схватить. То-то самое касалось линии ГАИ и так далее. Вот эту машину репрессивную надо ломать. Я провозгласил в министерстве, и я сегодня на коллеге рассказывал, это всем начальникам ОВД. Нам необходимо уходить от репрессивной работы милиции на оказание помощи населению. Население давно видит нас в защиту. А оценивать работу не по процентам раскрываемости. Нет, у вас прекрасная... Я просто не вижу показаний. 80 вон по 80 процентов. Не по процентам раскрываемости. Вводить статью на проведение социологии по отдельным регионам. Чтобы определить, что если население оценивает работу в городе или в районе, или в области в целой нормально, значит милиция работает нормально. А если опять перейдем к цифровым показателям, которые они вот 20 лет их все и требовали. И вследствие этого получается очень... Я сейчас закончу свою мысль. Для того, чтобы это сделать, у нас, конечно, страна не имеет громадного ресурса, что мы там подняли полностью обеспечение материальное, полностью сделали. У нас необходимо менять наше внутреннее законодательство, инструкции, регламентирующие нашу внутреннюю работу, уменьшить бумажный вал на сотрудников, немножко, значит, этого сократить. Второй вопрос. Необходимо изменить внешнее законодательство наше. То есть наш УПК, наш УК, который у нас настолько сложный, настолько он громоздкий, что в большинстве стран мира, в той самой, например, Польши, я на Польшу буду говорить, на соседние, ментально мы с поляками похожи. У них по маленьким, так сказать, правонарушениям, или маленьким уголовным, небольшой тягостью уголовным делам, буквально за 2-3 дня несколько бумаг не рассматривают в суде. У нас собирается вот такой том. Куча людей перебавит работу. В текущем году в администрации президента при поддержке всех ведомств наших разработан новый УПК, который сейчас находится на Венецианской комиссии, будет ему представлен в парламент в конце года, который значительно упрощает процедуру рассмотрения уголовных дел. И я думаю, в дальнейшем это будет казаться и административных материалов, которые позволят нам высвободить людей, большое число, которые занимаются бумажной работой. И пирамиду МВД, которая сейчас представляет собой, ну, скажем так, прямоугольник. Вот это внизу, что на людях, а вверху это руководители все. Необходимо делать пирамиду, которая будет заниматься внизу людьми. Вот это вот основной принцип того реформирования, который мы проводим сейчас. Я в МВД в текущем году, мы сократили практически на 50% генеральские должности. Я считаю, что у нас, ну, генералов, у нас его как грибов в лесу. Много. Мы сокращаем, безусловно, число полковников в системе МВД, потому что их тоже очень много. Мы обесценили звание. У нас его полковник, это, ну, как, это у казаков, у них там от майора начинается звание. Вот у нас примерно то самое, что здесь надо сокращать. Необходимо изменять систему вузов МВД. У нас 16 высших учебных заведений. В советское время всю Украину с Молдовой вместе обслуживала одна киевская высшая школа милиции. А их у нас 16. Более того, проблема в том, что уровень преподавания в этих вузах упал значительно, я к молодежи обращаюсь, упал значительно. И получается так, что мы 20-летнего мальчишу, которого мы взяли, взяли там из школы, поставили в милицейский вуз. Ничем не считают от вуза гражданского, то есть студентов растет большая часть, это вчерашних студентов, большая часть. Вы знаете, в наших вузах учатся, увы. Идентично учатся примерно и в милицейском вузе за различного. И потом этого лейтенанта молодого, не имеющего никакого жизненного опыта, мы доверяем ему разбирать бытовые скандалы мужа и жены, скандалы кого-то, так сказать, семейные, ну, какие-то еще там, семейные какие-то скандалы между родственниками. Он не имеет жизненного опыта. Вот это самая страшная проблема, которая в милиции случилась. Мы это его, так сказать, ну, как бы, выпускниками напитали систему основателя. С моей точки зрения была очень правильная в советском системе, когда человек, который прошел армию, отработал на производстве и каким-то жизненным опытом он приходил в милицию. Он понимает взаимоотношения в обычной гражданской жизни, взаимоотношения в коллективах трудовых, взаимоотношения бытовые, так сказать, на уровне, так сказать, обычного социума, который вне милиции. А когда он находится в постановой милицейской среде и только, ну, попадая к нему в ситуацию, он ее оценить адекватно не может. Вот это вот самое страшное, что случилось. Вот смотрите, я, у меня много к вам вопросов сейчас, да, вот возникло. Начнем с такого. Значит, Харьковская правозащитная группа. Они нам сообщают, что в 2010 году от незаконного насилия милиции пострадало 790 тысяч украинцев. Цифра на 200 тысяч больше, чем в 2009. Я вам скажу так. Я пытался этой группе узнать, откуда у них такие цифры. Значит, в текущем году в отношении работников милиции за различного рода служебные злоупотребления, возбуждено, если я не ошибаюсь, 78 уголовных дел. 78. 800 тысяч и 78. Скажите, это рвет на порядке. На порядке рвет. Поэтому я по каждому факту готов давать, как бы, проводить расследование, принимать адекватное решение. Я глубоко убежден, что мы дошли до того момента, когда защищать мундир милицейский я не имею права, морального даже не имею права. Его надо чистить. Я готов это делать. Но 800 тысяч, это цифра с моей точки зрения, я эту статистику понимаю, она взята с потолка. Это вот так прикинули, ну, примерно там вот где-то население Харькова у нас под миллион, вот 1800 пострадало. Эта цифра числом жалоб прокуратуры к нам ничем не оправдана, она необъяснима. Теперь причины всего этих событий всех, кто там пострадали, то, что я говорил в самом начале. Мы оставили милицию ту же. У нее мотивация и критерии оценки те же самые. Нужно любой ценой сделать админпротокол, любой ценой раскрыть, что с чем сейчас все руководство МВД основательно борется. Никто этого не спрашивает. Оценивать работу можно чисто статистически. Я могу посмотреть, то я вижу, статистика начинает в какой-то области или в каком-то городе снижаться, падать вниз с точки зрения милицейской статистики как-то быть не очень хорошей. Я считаю, что надо не наказывать за эту статистику, а посылать туда каких-то сотрудников, которые проверили бы работу по каждому или по конкретным уголовным делам. И выяснили, если по этому делу проведен весь необходимый комплекс или возможный комплекс мероприятий, то, что мы нашими силами могли сделать, значит там работа идет нормально. Если мы этого не сделали, это плохо. Я себя не вижу. Скажите, пожалуйста, нет, нет, это вот та статистика, которую я читал, но вы ее опровергли, поэтому... Я был бы крайне благодарен вот этой вот организации, если бы мне вот эти 990 тысяч фамилий не их назвали. Я их готов проверить и все понимать, это громадное число людей, громадная работа. Ну, представьте, что это каждый 50-й житель страны пострадал, включая малолетних детей. Ну, как-то не очень, корректная цифра. Скажите, я немножко изменю содержание нашей беседы. Вы в самом начале сказали, что в 2005 году начали расформировывать спецподразделения. И вы не понимаете, почему. Ну, мы бы хотели спросить у министра, почему он это сделал, но он сидит и как бы сложно. А вот вы как министр внутренних дел, вот лично, как вы оцениваете все, что происходит вокруг Юлия Луценко? Вы знаете ли, я буду говорить как милиционер. Я всю жизнь проработал в системе милиции. Моих, в принципе, круг моих друзей, моих знакомых, я тоже работники милиции. Так, ну, милиция такая довольно кастовая структура, потому что довольно многие сведения можем говорить только между собой. Я поэтому, среди работников милиции, я вырос, с ними общаюсь. Я как милиционер понять не могу одной простой вещи. Как человек, которому было под 50 лет, мог попасть в милицию, за 4 года стать подполковником и уйти на пенсию с пенсии в 6 тысяч гривен. В то время как ППСник или Опер, который 20-25 лет отдал милиции, лазил по всем местам скопления, скажем так, или посещал места скопления, а социального элемента, был постоянно на грани пули или ножа, и за свои 20-25 лет он получил пенсию 1,5-2 тысячи гривен. Вот я этого понять не могу. Я такого в своей деятельности не допущу никогда. Вот я считаю, что за это вообще-то необходимо отвечать. Вот только за это. Потому что это, знаете, это плевок в лицо всех пенсионеров МВД. Интересно. Вот люди постарше, руководители агентств недвижимости поддерживают, а люди помоложе... Как бы молодёжь ещё, так сказать, далека от пенсии, поэтому они, так сказать, оценивают пенсию чуть позже. А люди понимают, что пенсия в 6 тысяч гривен, ну согласитесь, из-за того, что я чей-то друг, я за 4 года не особо никакой работы не делаю. Я воздел грузовик, потом я сел сюда и получил 6 тысяч гривен. У вас много знакомых водителей и грузовиков, которые на пенсию получили в 6 тысяч гривен. Вот весь вопрос, весь ответ. Скажите, вот возвращаясь к семиполкам и к Одессе, значит, что тревожно? Ну, во-первых, то, что люди собрали 20 тысяч гривен на адвоката, который будет защищать их селенина, ну, это говорит о том, что люди, конечно, от милиции немножко устали там, на месте. Но то, что творится на форумах, на форумах в интернете после Одессы, страшно, потому что люди реально встали против милиции. Я вам скажу, что после окончания операции, я на форумах говорить не буду, а я видел сам, как после проведения операции в Одессе по ликвидации этих бандитов, жители Одессы аплодисментами встречали идущий спецназ. Реально это было так. Более того, я вам скажу, то, что сказали вы о суммах денег, личный состав украинской милиции для семьи пострадавших собрал около 400 тысяч гривен. Это зарплата милиционера. Поверьте, с невысокой. Мага. Да. Просто я тебя разбудил. Я не сплю. Я, позвольте, дальше буду говорить свои, так сказать, тезисы. Нет, я хочу просто поприветствовать в нашей программе Ваноми Рабишвили, министра внутренних дел Грузии. И где реформа прошла успешно? Господин министр, это на фоне чего вы стоите? Я стою на фоне здания МВД. А сколько это здание стоило? Это здание стоило примерно 30 миллионов долларов. У вас есть вопрос? Есть вопрос. Вот вопрос от министра внутренних дел Украины. Добрый день, коллега. Наши многие делегации были у вас. У меня к вам такой вопрос. Какой бюджет МВД в год в Грузии? Приветствую, господин министр. Я очень рад, что у меня есть возможность поговорить с нашими украинскими коллегами и друзьями. Бюджет МВД в Грузии, это примерно 400 миллионов долларов. В настоящее время наш бюджет примерно, если в долларах перевести, 400 миллионов долларов. Спасибо. И какая средняя зарплата полицейского? Средняя зарплата полицейского примерно 600 долларов. В принципе, коллега, а сколько стоила ваша реформа МВД? Вы так примерно прикидываете свою стоимость этой реформы? Вы знаете, вот так ответить, что только стоила реформа. По-моему, реформа стоила не так уж много денег, сколько стоила энергии, нервов, новых инициатив, нахождение новых людей. И больше потратили энергию, чем денег. Потому что деньги и так стоят в любом случае в Министерстве внутренних дел стоило бы сколько это денег. Никаких особенных увеличений бюджета МВД в связи с реформой у нас не произошло. Потому что по моей практике я знаю, что чтобы создать некоррумпированную полицию, главное не зарплата. Чтобы достичь успехов, главное не финансирование. Это главное создать такое условие, где эти сотрудники полиции будут иметь возможность заниматься своими делами. Когда они будут защищены социально, хотя бы минимально. Когда они будут чувствовать, что они сами участвуют в тех процессах реформ, которые проходятся в государстве. Я очень рад, что грузинский пример доказывает, что даже в постсоветском государстве можно очень успешно провести реформу. Вы согласны с этим? Да, конечно, я объясню ситуацию. Спасибо вам, коллега. Спасибо большое. Я вас приглашаю в Украину, потому что наши делегации были за эти годы, пока вы министр, по-моему, 12 раз в Грузии. Я приглашаю вас в Украину. Поделиться опытом. Скажите. И 19 числа к вам приезжает наш начальник УБОПа. Он будет подписывать с вами соглашение о взаимодействии по оргпреступности. Я с большим удовольствием приеду в Украину. Я соскучился про Украину. Я хочу сказать, что меня очень много связывает с Украиной. Я еще, будучи в армии, советской армии, я служил в Украине, в городе Бердичеве, Владимир Луалинске. Я очень люблю Украину. Я с большим удовольствием приеду. Я с большим удовольствием жду и вашего приезда в Грузию. Я со всеми делегациями, которые приезжают из Украины, особенно в Министерство внутренней земли, я сам с ним встречаюсь. Я с большим удовольствием сам встречу с вашими коллегами. И мы рады вам в помощи тех вопросов, которые вы интересуетесь. Но я хочу сказать, что те процессы, те методы, которые мы провели в реформе Грузии, это не надо считать универсальными, потому что каждая страна имеет свою специфику, свои традиции. Я надеюсь и уверен, что и добьются больших успехов. И самое главное, общественное мнение будет за полицию, за милицию, за полицию. И никогда полицейским не придется оправдываться за все дела, которые они делают по закону, соответствующим законам. Это будет арест какого-то мафиозного, мафиоза или перестрелка или другие операции. Потому что у нас в первые годы мы очень много слушали критиков в наш адрес. Но меня не обращали очень часто на такую необоснованную критику. Мы сделали свое дело. Сейчас ЭВД Грузии имеет рейтинг 87%. Значит, 87% населения доверяют полиции. Кстати, это очень большой процент. И это облегчает работу нашей полиции, чтобы достиг такого уровня, что наша полиция перестала в народе восприменяться как силовая структура. Наша министерство перестало быть силовым структуром. Она больше сейчас похожа на сервисное агентство, на сервис, а не силовая структура. Господин министр, скажите мне, пожалуйста, вот вы в очень короткий срок уволили очень много людей и заменили их новыми. Вот что вы сделали с теми людьми, которых вы уволили? Что вы им предложили? Знаете, это люди. Это было, я с вами согласен, это было очень большое количество людей. Самые талантливые из них, и поверьте мне, очень многих талантливых людей, иногда талантливых по бизнесу, иногда талантливых по разным, так сказать, по разным талантам, они сейчас начали заниматься частным бизнесом. Я вас уверяю, что вместе с реформой Грузии, Грузия прошла и реформа других в отраслях государства, и экономика Грузии растет очень динамично. Многие люди нашли место в новом бизнесе. Некоторые другие люди обычно были, некоторое количество были в возрасте, которые ушли на пенсию. Есть некоторые, которые продолжают ненавидеть эти реформы, которые мы провели. В Америке, кстати, очень часто бывшие полицейские появляются на тех митингах и демонстрациях, которые очень часто показывают по российским телеканалам, и не только по российским телеканалам. Но в общем, я говорю, что вот эти люди, которые остались без работы во время этой реформы, они никогда не смеют протестовать, что их уволили. Потому что я вам говорю, что рейтинг полиции до реформы был 10%, сейчас рейтинг полиции 87%. Сегодня в Грузии самое непопулярное слово сказать, что я бывший полицейский. Потому что современный полицейский имеет абсолютное доверие населению. Спасибо, господин министр. Это был Ван Номер Абишвили, министр внутренних дел Грузии. Вот какие уроки можно извлечь? Я вам скажу, уроки очень простые. Вот то, что я вам сказал о модели, которая была советская, пришла сейчас. Посмотрите, в советское время рубль милиционера, чуть более высокая зарплата, чем средняя по стране, он был более весом. Ну, милиционер мог возможность купить в условиях тотального дефицита, а какой-то продукт по цене его реальной. Это объективно было. Милиция была всем обеспечена. Попала она в новое общество, та же самая милиция, она ничем не обеспечена, она добывает себе как может. Вот то, что сказал господин министр о их бюджете. 400 миллионов долларов. Это более трех миллионов долларов. Украина, 400 миллионов, Украина в 10 раз больше. То есть, по идее, у нас будет бюджет 4 миллиарда долларов. Правильно? В гривнах это сколько будет? 8,4. 32 миллиарда гривен. Бюджет МВД 11 миллиардов гривен. Соотношение понятное? Понятное. Заработная плата полицейского в Грузии, он сказал, около 600 долларов. При средней зарплате в стране 200 долларов. То есть, зарплата полицейского в 3 раза выше, чем зарплата средняя по стране. За счет этого они могут на рынке труда отобрать лучших к себе людей. Логично? Логично. И эти люди выполняют задачи вполне адекватно и нормально. А если зарплата полицейского у нас ниже, чем средняя по стране, то на рынке труда структура МВД становится, забирают уже тех, кто никуда не устроился. Мы набираем не лучших людей. В итоге мы дали человеку пистолет, властные полномочия и ничем его не обеспечили. Еще, по-моему, в 67-м году, или в 4-м, я не помню точно, бывший министр внутренних дел Советского Союза Щелоков. Он сказал изумительную фразу. Нищая милиция опасна для общества. Вот мы имеем сейчас нищую милицию и поэтому имеем опасность тех минусов, о которых говорят люди. Вот поэтому есть путь реформ у нас состоит очень простой. Да, мы обязаны за счет изменения внутреннего нашего законодательства, которое мы изменяем сейчас. Мы сократили практически около 50 тысяч состава личного сейчас у себя. Теперь резервы свои мы исчерпали. Мы дошли уже до предела. Нам необходимо менять наше законодательство внешнее, то есть УПК, где мы взаимодействуем с судами, с прокуратурой и так далее, менять его. И делать финансирование милиции соответствующее требованиям сегодняшнего дня. В такой ситуации мы можем получить милицию мотивированную на нормальную работу и милиционер дорожил своим рабочим местом. Пока мы этого не сделаем, все реформы будут, это разговоры дни. Поэтому я в парламенте и подымал вопрос о том, что нам, увы, не удастся профинансировать милицию в полном объеме, как положено. По нашим расчетам для полного финансирования нам нужно 26 миллиардов гривен. Я вам сказал, что это у нас 11. 11,2 за счет оказания услуг. Хотя, с моей точки зрения, милиция услуги не должна оказывать никакие. По логике это госорган. Но, тем не менее, мы оказываем эти 2 миллиарда, мы получаем 13 миллиардов. То есть, меньше чуть половины, чем нам положено. Поэтому, надо хотя бы в этом году выделить нам около 3 миллиардов для принятия первоначальных реформ. И вести поэтапное реформирование милиции. Потому что революционным путем, как это сделала Грузия, нам это сделать не удастся, потому что многомиллиардные вливания в такие реформы нам получить, я думаю, так неоткуда. Поэтому надо идти поэтапным путем реформирования милиции. Те принципы, на которые это строится, я вам сказал. Молодежь более радикально настроена. Быстрее хочет, быстрее. Но, знаете, мы задали вопрос нашим людям в студии, решающие условия реформирования милиции. И специально дали им только 2 опции. Вот они все были очень недовольны, потому что были 2 опции. Но мы это сделали совершенно сознательно. Существенное увеличение финансирования или полное обновление кадров. И, вот, имея 2 опции, люди проголосовали как? Я могу вам сказать сразу... Вот смотри, 88 полнабельных. Я, Бога ради, я с этим согласен. Только вы представляете, сколько это будет стоить эта реформа? Надо будет около 250 тысяч сотрудников, около 250 тысяч уволить. Для того, чтобы их уволить, ну, так сказать, освободить рабочее место. Им надо выплатить всем выходные пособия. Кто имеет право на пенсию, выплатить выходное пособие еще на пенсионное. Это будет, ну, довольно много миллиардов. Мы, Грузия получила инъекцию от западных инвесторов и эту реформу провела. Возможно, это и так. Я согласен с тем, что у нас во многом мышление работников милиции, большого их числа, настроено на старую систему. Это объективно есть. Этот стереотип мышления ломать нужно. Сделать новую мотивацию работы в милиции. Но и таким образом сделать тоже будет довольно проблематично, потому что в милиции работает очень большое число профессионалов, знающих свое дело. И если это все убрать, то мы можем получить, если всех их убрать, мы можем получить в стране, в принципе, разгул еще и преступности довольно большой. Потому что это очень много оперативных возможностей, это опыта работы, это спецаппарата, ну и так далее. Знание своего участка, своей территории и так далее. У нас страшно то, что мы имеем сейчас. У нас средний возраст работника милиции или старшего работы менее 10 лет. А срок работы в должности участкового опера, он менее 3 лет. Нормальный, ну не нормальный, а квалифицированный работник милиции, работающий в розыске, в БЭП, в патрульно-постовой службе, участковый, следователь и так далее, 3-5 лет он только становится специалистом в этой отрасли. Позвольте актуальный вопрос, очень актуальный. Он касается 11 октября, когда должен быть оглашен приговор Юлии Тимошенко. Вот мы уже сегодня прочитали заявление лидеров блока Юлии Тимошенко или партии Батькищина. «Они в полном составе пойдут к суду, они боятся, что их не пропустят, и они опасаются, что прольется кровь». Это цитата, да, просто. Это глава фракции заявил. Вот, давайте, у нас приговор суда может кому-то нравиться или не нравиться, он может быть оправдательным и обвинительным, но приговор суда по действующим вообще во всех странах мира правилам, это решение, которое подлежит исполнению. Так? Так. Поэтому я призываю всех граждан, какое бы решение суда не было, его необходимо исполнять. Его можно обжаловать, говорить о чем-то, но его необходимо исполнять. Я уже приводил примеры в Верховной Раде. Ну, большинство согласны. Согласны. Я приводил в Верховной Раде примеры. У нас попала к нам, так сказать, в поле зрения группа людей в Ивано-Франковске, которые занимались грабежами банковских установок. В банках хранится, кроме денег олигархов, хранятся зарплаты, пенсии, людей, избережения обычных людей. Они грабили эти банки. Естественно, мы их разрабатывали, этих людей. Вот в разговорах, которые вели с ними отдельные люди, которые организовывают эти массовые мероприятия, фразы звучали такие. О том, что необходимо около 100 человек привезти в Киев, и чтобы они готовы были драться, проливать кровь. Им будут платить деньги по 100 долларов в сутки, но они готовы попадать под уголовное дело, под административное ответственность и так далее. Это все в материалах дела есть. Так. Я вас благодарю. И после рекламной паузы мы продолжим дискуссию, но уже с депутатами Верховной Рады. Спасибо. Прямой эфир Первый национальный телеканал Эра. Совершенно другие гости в студии. Николай Катеринчук, лидер Европейской партии. Владимир Олейник, народный депутат партии «Регионок». Наталья Королевская, народный депутат «Дзюд Батьковщина». Святослав Пескун. Генеральный прокурор Украины 2002-2003, 2004-2005 и 2007. И все. Спасибо. Владимир Стритович, народный депутат «Наша Украина. Народная самооборона». Кирилл Куликов, народный депутат, руководитель Центрального бюро Интерпола в Украине с 2005 по 2007 год. Валентин Наливайченко, в недавнем времени председатель СБУ, а сейчас председатель политического совета партии «Наша Украина». И Андрей Диденко, правозащитник Харьковской правозащитной группы. Чьи данные мы цитировали и что министр опровергли. Попросил вас принести эти 880 тысяч... 990 тысяч. 990 тысяч фамилий ему лично. Вот вы соберите и принесите. Это больше, чем в список Шиндлера. Саввик, я перепрошу, он и до меня, звернулся с проханием, скинути ему все листи на флешку. Я боюсь, я боюсь, что после этого пан министр не сможет спать пару месяцев, если прочитает все, что ему написали. И до вас особистое прохание, от очень многих, поставить вопрос в студии. Чи встретились люди, которые присутствуют тут, с неправомерными действиями с боку работников милиции и дальше продолжить разговоры. Ну, пожалуйста, этот вопрос. Сталкивались ли вы с неправомерными действиями милиции в вашей жизни, а вы нет? А вы просто смотрите. Мы сейчас вам покажем данные, и вы его будете комментировать. Саввик Римарков, последнее время. 5.27, еще раз, пожалуйста. Номер 45, прошу вас. И номер 5, прошу вас еще раз. Да, мы сейчас посмотрим, сталкивались ли вы лично с неправомерными действиями милиции. И это мне позволит представить наши две группы зрителей, которые в студии оценивают то, что происходит в реальном времени, в прямом эфире. Общественное мнение меняется. Вот мы с вами. Да, 75% рожденных в Украине, а это все же очень молодые люди, и это очень много 75%. Да, очень много. И дальше мы посмотрим, что касается руководителя агентств недвижимости. Не больше сейчас. Что это стоит? 72%. Ну, в принципе, почти то же самое. Так что люди сталкивались напрямую с неправомерными действиями милиции. Значит, я Королевскую Наталью приглашаю к микрофону, и сразу вам скажу. Это новость. Что новость, в том числе. Что за новость такая? То есть вы никогда не были? К микрофону приглашают, обещали такую дискуссию. Нет, так я вам хочу сказать, что вот люди сталкивались, вот большинство людей, они сталкивались с насилием милиции. С другой стороны, они верят, что можно провести эффективную реформу милиции. И та, и другая группа, больше 80%, верят, что это можно. Более того, большинство людей в студии, подавляющее большинство, и той, и другой группы готовы деньгами платить за эффективную работу милиции. То есть такого отвращения нет. Нет, просто есть надежда, которая с каждым днём становится так, ну, меньше и меньше, но надежда есть. Так что, вот. Добрый день, студия, добрый день, Савик, и добрый вечер, все наши телезрители. Я внимательно слушала министра, и мы прекрасно понимаем, что лежит в основе гражданского общества. Право людей на жизнь, право людей на свободу и право на собственность. Люди подписывают, по большому счёту, общественный договор. И участникам общественного договора назначают, в данном случае, милицию. Что наша милиция, правоохранительные органы, они так и называются, они охраняют наше право. Право на жизнь, на собственность и на свободу. Что происходит в Украине? И происходит не только в этом году или в прошлом году, а происходит, к сожалению, на протяжении всех лет независимости. Мы действительно и от советской системы якобы ушли, и новую систему не построили. Мы живём по принципу, как говорит народная мудрость, наша милиция нас бережёт, сначала посадит, потом стережёт. И вот эта народная мудрость лучше всего характеризует уровень доверия людей к правоохранительным органам. А в основе общественного договора лежит, что люди платят сегодня за то, что милиция оказывает им услугу. То есть они покупают услугу, что вы нас должны охранять, вы нас должны защищать. Как приходят к стоматологу и платят за то, что сделают зубы, как приходят к парикмахеру и платят за то, что им сделают хорошую прическу. Так же и милиции сегодня платят. Бюджет 2011 года 11 миллиардов гривен. Люди, все, каждый человек со своей заработной платы платит в бюджет и выделяют милиции 11 миллиардов. На следующий год бюджет милиции 14 миллиардов гривен. Плохо это или хорошо, мало это или много. Ответ простой, нужно сравнить с другими странами. Лучше всего по объему финансирования подходит Франция. 1% ВВП во Франции также выделяется на содержание милиции. И в Украине в следующем году 1% будет выделяться на содержание милиции. То есть мы можем полностью рассчитывать, что мы будем финансировать наше право и покупать услугу у государства по нашей защите на уровне Франции. Доверяем ли мы этому? Нет, к сожалению, не доверяем. Потому что уровень недоверия к милиции составляет сегодня 74%. Это данные Национальной академии наук. 74% недоверия. И когда главный милиционер страны сказал, что нужно в бюджете заложить отдельную строчку и оценивать действия милиции не по количеству протоколов и составленных актов и раскрытых преступлений, а оценивать действия милиции по другим каким-то параметрам, то лучшая оценка – это уровень доверия. Вот сегодня 73% людей не доверяют. Если эту ситуацию не переломить, если не перестать сегодня милиции действовать неадекватно, а потому что только неадекватные действия могут провоцировать такое давление. Но у вас 100% поддержки. Спасибо, большая студия. А вот как переломить? Легко сказать, надо переломить. А вот как? Правильно. Лучший пример у нас сегодня был в Грузии. Когда в Грузии начиналась реформа милиции, уровень недоверия был 90%. То есть у нас есть еще чуть-чуть запаса. Вот 90% не доверяло грузинской милиции. Что сделали грузины? Здесь рассказывал министр Грузии о том, как они поступили. Но что самое главное они сделали? Это то, что ни одного человека не оставили работать в системе. И то, что люди согласились потерпеть. Вот здесь в студии... 300 тысяч человек в Украине. Как это сделать? Вы знаете, 46 миллионов граждан. Вот давайте все-таки выбирать. Ну, 45,8. Вот давайте мы выберем. Или 45,8 миллионов человек будет качественную получать услугу и будут уверены в том, что их право на жизнь, на свободу и на собственность защищены. Или мы будем говорить... А министр здесь сам сказал, что сегодня, к сожалению, качество милиции не соответствует тем желаемым стандартам, которые могли бы обеспечить эти гарантии. И зачем нам такая численность милиции? Я не профессионал в милицейской реформе. И я не претендую на то, чтобы рассказывать, как реформировать милицию. Я могу только сравнить, как это во Франции, как это в Грузии. И я лично ездила по улицам Грузии. И я лично разговаривала с грузинами. И я лично общалась с президентом Грузии. И уточняла, как у него это получилось. А получилось это очень просто. Что сегодня происходит в стране? Сегодня в стране коррупционная бюрократия себя реформирует. Такого не бывает. Не может сам себя коррупционер отучить воровать. Не может сама неэффективная бюрократия сделать себя эффективной. То есть и эта проблема сегодня в стране по всем реформам. И такая же будет проблема по милицейским реформам. Потому что нельзя свести реформу к тому, чтобы переназвать орган. К тому, чтобы переаттестовать и переподтвердить тех же самых людей в этом органе. И увеличить его финансирование. От этого не изменится качество. И новую форму еще пошить. У меня тогда предложение, чтобы хотя бы в этой реформе, в новой форме зашили карманы. Это, наверное, будет самым действенным из того, что можно будет извлечь из такой реформы. Николай Катеринчук. Дуже вдали приклад, который сегодня был в сравнении с тем, что происходит в Украине. Это был Грузия. Один только приклад. Я тоже был в Грузии. Был в том прекрасном строительстве. Он таки прозоре. И не дарма вытратили 30 миллионов долларов на это. Потому что это символ... Так вот, приклад такий. Вы сейчас сравниваете с тем, что вы видели в интернете не так давно. Наша делегація ехала в сопровождении машины. И там почти постойно гучномовник, он что-то сказал. И машины пропускали нашу делегацію. Я спрашиваю, что он говорит. Он говорит, что, извините, пожалуйста, пропустите международную делегацію. Это говорит милиционер. И пропускают. Вы видели последний карточ, которым ехал кто там? Урядовец, Кичи Лидвин. Что случилось? Как там матом? Бьют стекла. Что таки не робят? Только не стреляли еще. Это два разные подхода. Мне немного шкода министра. Потому что он еще сподівается, что если ему дадут эти 32 миллиарда, или 60, или 80 миллиардов, ему дадут ее реформировать. И не может реформировать. Надо делать новую систему. Полицейскую систему. Какая есть в всех европейских странах. И там дейсно сьогодні працює так называемая декларация про полицию. Працює Европейский кодекс полицейской етики. И там есть цікавые принципы, на которых грунтуется работа новой полиции. Перш за все, приоритеты. Служение как потребам окремих граждан, так и сообщественным группам. Это означает, что если вы вернулись с заявкой, або группа людей вернулись с заявкой, то вам постоянно будут нагадывать. Даже если вы забыли, что вы вернулись с этой заявкой, и она проходит такие-то этапы, и такие-то, такие-то наслідки. Друге. Полиция должна отвечать перед законом, а не урядом. Сьогодні Могильову тяжело из Министра финансов выдушить дополнительные 3 миллиарда, 4 миллиарда. И он не выдушит этого. Он не выдушит. Потому что приоритеты не охорони права громадянина в безопасности, а приоритеты захистить сьогодні оцей уряд, оцю владу, от народа, который уже ламает паркани. И будет дальше ламать паркани. Далее. Еще два принципа. Полиция должна защищать права человека, особенно те, которые необходимы для свободной политической деятельности в демократическом суспільстве. Цим занимается полиция в европейских странах. Это ее обязательство. И полиция должна быть прозорой у своих действий. Это понимание, что общественные организации не должны быть, скажем, в лапках, которые лоббуют там або новые радары закупить, або еще что-то, або, скажем, форму пошить, або бронежилеты какие-то найти. Там мают сидеть правозахисники, которые постоянно капать на каждую тему такого министра и начальника МОГД, что происходит катывание, происходит шахрайство, коррупция. И не отвечает сегодня ревню захисту тому конституционному, который записывает Конституцию, это работа милиции. И там мают даваться оценки, там мают даваться решения относительно знятя того человека, или не знятя. И наступное. Я про эту декларацию могу много говорить. Багато не требует. И всегда говорят, что, знаете, это дорогая реформа. Но люди готовы жить в безопасности, с нормальным обличчем милиции или полиции, они готовы за это заплатить. Потому что на Евро 2012 нашли 82 миллиарда. Неужели мы не найдем на одну только реформу? Не нужно. Это ошибка уряду. Работать 10 реформ. Или говорить про 10 реформ. Подождите. Одну реформу нужно сделать. Подождите, вы же сказали, что не реформируется. Надо менять все. Я же скажу, что это реформа. Это изменение формы. Это нужно строить новое. И содержание в том числе. Это тоже реформа. Но нужно строить новое на новых принципах. Еще по Грузии. Идеологом проведения этой реформы, важной реформой в всех отношениях, потому что милиция – это часть общества. 27 лет молодая человек это делала. И ей удалось. Это женщина делала, кстати. И я уверен, что у нас есть 300 тысяч людей, которые готовы за 800, за 2 тысячи долларов, за 600 долларов быть честными и честными по отношению к гражданам. Я также хотела бы добавить несколько слов. Сегодня, к сожалению, милиция провоцирует людей на абсолютно неправильные действия. В чем вызываются эти провокации? Когда наши права ограничивают, это рефлекс человека – идти и отстаивать свои права. Мы все помним налоговый Майдан. И когда после налогового Майдана арестовали молодых ребят и одного парня продержали 6 месяцев в тюрьме абсолютно без каких-либо причин. То есть после этого молодежь, наоборот, провоцирует на это противостояние. Мы помним Автомайдан, когда приехали машины в Киев, приехали на День независимости, продемонстрировать всей стране, что мы есть, это наш праздник, и мы хотим его провести в Киеве. Перекрыты были все дороги, не дали никакого въезда в Киев. Мы помним марш оппозиции 24 августа на День независимости, когда наряды милиции перекрывали все проходы к центру. Для чего? Для того, чтобы люди, согласно Конституции, спокойно, абсолютно продемонстрировали свою позицию. Мы помним, как женщину судили за то, что она ленточку на венке не так отрезала. Мы знаем случаи, когда за неуплату временных услуг ЖКХ сегодня людей преследуют. Вот эти причины, они провоцируют людей на противостояние. И люди в некоторых случаях начинают проучать милицию. И вот такие случаи проучения милиции, это был случай с афганцами, когда, да, они были возмущены, что они стоят под Верховной Радой, что к ним никто абсолютно не выходит, что их никто не слышит, нет никакого диалога, что все обещания нарушены. И они пошли в какой-то мере на нарушение, но они тем самым вызвали реакцию власти. Они принудили власть реагировать на их действия. Мы сегодня здесь обсуждали случай в семиполках. Это сложный вопрос, и нельзя на него однозначно ответить. Но однозначно там что-то не так. Вот когда все общество собирает деньги на адвоката, тому парню, который пошел на такое преступное действие. Мы видели случай в Одессе. Это страшный случай, когда милиция научилась разгонять бабушек под Печерским судом, когда милиция научилась противостоять любому мирному маршу протеста, когда научили за футболки парня сажать и преследовать, но при этом не научились действительно профессиональным, грамотным и правильным действиям. Нет, Наталья, это риторика, то, что вы сейчас говорите. Потому что схватить профессионального убийцу не так просто. Не так просто. И я не спорю. Я не хочу в данном случае обвинять или оценивать действия милиции. Ни в коем случае. Потому что это профессиональное действие. И я не представитель милиции. Я могу именно оценку давать со стороны. То выглядело это, ну, к сожалению, ну, не очень, я бы так сказала, профессионально. Нет, просто я говорю, что с точки зрения политика неправильно говорить. Вы умеете разгонять демонстрации, но не умеете ловить убийц. Саник, я хочу сказать, вот я взяла, например, с собой специально распечатки интернета. 10 автобусов Беркута гаднялись за футболками. Спасибо жителям Донбасса. Под судом 100 бойцов Беркута напали на 20 сторонников Тимошенко. 10 автобусов Беркута смели бютовские палатки через дорогу. И так далее, и тому подобное. Понимаете? То есть, вот должна быть соотношение все-таки уровня защиты и уровня нападения. Давайте, Садослав Пескун по всеми полкам и Николай Катеринчук по Одессе. У меня не столько правовой как бы аспект моего выступления, сколько морально-этичный. Вот, например, произошло несчастье. Убили участкового майора в милиции. Идут похороны. Хоронят человека. Его несут, его коллеги и друзья. Идут родственники, осиротевшие за ним. В это время, напротив, кто-то танцует, гуляет, выпивает. У них радость. А если бы те, которые на похоронах, стали избивать тех, кто танцует, гуляет, а они стали защищаться, вообще произошло бы кровопролитие. Я, честно говоря, даже хочу поблагодарить тех родственников и милиционеров, которые были на похоронах и сдержали себя для того, чтобы не случилось в этом селе кровопролитие. Это очень важно. У нас, у украинцев, никогда такого не было, чтобы на похоронах люди танцевали. То есть это было неправильно, это было не по-христиански. Вот. Может быть, в этом случае нужно разбираться, но не во время похорон, не во время горя. Там ребенок остался, жена, там сироты. То есть это плохие примеры для подражания. Что касается, Наташа, вот мы говорим, там милиция делает ошибки, разгоняет все. Ведь кто-то конкретный дает приказ для того, чтобы они пошли и разогнали. Сержант и прапорщик не виноваты в этом. Мы же спрашиваем не со всей милиции. Надо спрашивать с конкретного командира, который выдал такой приказ. А почему, чем виноват прапорщик или лейтенант, который за 200, там, 300 долларов или там в эквиваленте сегодня показывали, сутками несет службу и мерзнет на перекрестках, подворотнях, разыскники идут на нож, на пистолеты. Я не защищаю беспредел милиции, но 80% милиционеров, которые каждый день рискуют своей жизнью ради нас, им надо сказать спасибо, что они за эту несчастную зарплату это делают. А тех, которым сдаемцы, зашивать карманы, их надо ловить, и сажать. Другого выхода нет. Правильно, нужно разного цвета формы выдавать. Да нет, надо контролировать милицию. В этом есть вопрос. Николай Катеринцевич. Вот я хотел бы задать вот такие питания и для себя, и для телеглядачей. Вот, где-то межа находится между заработной платностью милиционера, когда он вырешивает, что ему нужно ударить этого студента, или женщину летню на демонстрации, или пойти под пулей на бандитов. Вот, Одесса, да, ну, треба, по-перше, сказать, спичитие загиблым, милиционерам и понимать, что это надзвичайный випадок для самой милиции, для Украины. что это отвертый формирование, которое шло с конкретной по-сфактам, в целом, много экспертов, но там люди рисковали. Я, например, за то, чтобы не вели переговори в Николи с такими, что выходят и стреляют, и это понятно, что установлено, кто стреляет, где они находятся, навещу еще подвергать других людей, которые, например, в форме, скажем, додатковому риску. Но, все же таки, я бачил в шалемах залезные очи тех людей, которые нам остановили рух 24 числа. Когда ты им говоришь, представься, кто ты, у них номер наказки, кто твой начальник, я народный депутат. Пропусти, пожалуйста, мы должны пройти, тут нет забронного решения суду. Он сидит с очами, он знает, что злочинные наказы, он выполнен не имеет права. Не имеет права. Оцей ревень, знаете, в одном випадке милиция рятует и защищает гражданский скандинский и безопасный граждан, и кладется под пулей, под ножи, как вы говорите, а в другом влада использует в других речах. Навище столько милиции, столько дубинок, для якої мети? Тому вопрос реформ милиции треба строить новую. За европейскими они находятся под защитой правоохранительных органов. А для этого правоохранительные органы должны оценить свою социальную функцию. То есть, что их социальная функция, это не как человека можно найти много добра, если его хорошо обыскать и качественно допросить, а их социальная функция, это обеспечить защиту жизни, свободы и имущества. И тогда, я уверена, у нас обязательно получится то, как получилось в Грузии. Спасибо. Спасибо, Наталья Королевская. Очень короткая пауза, и мы вернемся в прямой эфир. В прямой эфир первой национальной ТРК ЭРН. Продолжаем. Владимир Алиник, пожалуйста. Я слышал ваше выступление в Верховной Раде во время пребывания там министра Анатолия Могилева. Оно было такое, вы очень хвалили милицию, что в принципе она работает в ужасных условиях и все же делает то, что делает. А вот как вы реагируете на то, что предлагает Николай Катеринчук, что здесь реформа уже существующего состава не поможет. Совершенно новый состав. Саввік, по-перше, я поделяю вашу точку зору щодо позиції политики по подиям, которые происходят например в Одессе, потому что еще 900 лет тому великий Шотар Уставелі сказал такие слова. Очень просто давать оценку, мнимую, легкую оценку тем событиям в виде обоих со стороны. То есть на сегодняшний день можно говорить про явище, которые происходят в Одессе, но нужно говорить фахово. И вот когда мы сейчас тут от микрофона говорим про наслідки, то тут, я думаю, сотни тисяч наведут прикладов, как милиция працует и мы не задоволены работой в милиции. Виникает вопрос, что делать, какой план действий. Бо если мы просто тут поговорим и на этом закинчиваем, не будет ничего. И поэтому, на мой взгляд, профессиональный подход, который я вижу. Первое. Мы должны затвердить, а она уже подготовлена, концепцию реформирования органов криминальной юстиции в целом. Потому что нужно четко дать ответ. У нас следствие будет иметь каждый правоохранный орган, или будет один слідчий комитет. Взять святой опыт. Какую часть мы повноважения в охране громадского порядка передамо на место, как контрольная с боку громадской деятельности правоохранных органов. И когда мы увидим эту целую картинку, которую должны затвердить соответствующую постанову Верховной Ради, потому что когда кто-то говорит о реформировании, то это и деньги, это и организационные заходы, это и материальные, и, вы видите мне, и нормативно правовое забезпечение. А далее, что нужно, в мой первый поле делать? Безперечно, реформирование органов милиции. Это первое, что нужно делать. И тут возникают разные технологии. Министр Грузии, МВД Грузии, сказал так, каждая страна пройде свой шлях. Для того, чтобы, например, 300 заменить, то давайте будем подвертиме сказать, есть ли у нас такие люди при определенной заработной плате, поднятке престижности профессии, найдем. Но мы не можем выпустить людей абсолютно не подготовленными, потому что они выйдут на дорогу, они пойдут в следственные органы, они пойдут, например, на оперативную работу, они должны иметь определенный уровень подготовки. Поэтому негайно нужно такую подготовку делать. Где можно было бы сделать прорыв, чтобы люди увидели и мы так же хотим изменения в других структурах милиции. Там, где есть внешние структури, которые работают с людьми, например, патрульно-постовая служба, а лучше всего сдают сделать реформу. Радикально изменивши не только с точки зрения полиции, но и поднятение заработной платы, конкурс, контроль, чтобы она работала так, как в Грузии, тогда мы будем видеть, что у нас есть зразок и зерец того, на что мы должны ориентовать дальше. От Польша, реформировавшись свою милицию и полицию, они, наконец, пройшли приблизительно 17 лет. Это не простой шлях, но нужно начать его и поэтому мы ведем разговор о том, что без подтверждения такой программы реформ Верховной Радой мы дальше будем просто танцювать на граблях, потому что каждый раз повернувшись к вопросам, которые фундаментальны, какую модель выбираем, министр, например, предлагает польский вариант, нет заперечения, но нужно адаптировать до украинских реалій. И в тот же час много кто не почув. Есть речи, которые, знаете, просто те, как мы уже в жизни находились. Если вы хотите качественный товар, нужно платить лучшие деньги. И поэтому, когда мы говорим, чтобы пришли лучшие туди фахивцы и лучшие молодые люди, нужно платить заработную платную выше, чем средняя по Украине. Если в Грузии в 2-3 раза выше, то и в Украине надо такую платную работать. Виникает вопрос, где взять ресурс. Два варианта. Это первое, попробовать под доверие населения все-таки взять этот ресурс из бюджета, а это частково изчителев и других, мы же его возьмем. И второе, напевно, нужно радикально скоротить чисельность, но до того уровня, не 300 тысяч, но до того уровня, когда эта чисельность обеспечена выполнение поставленных задач. Бо можно дограться до того, что скоротили, а потом скажем, а навіщо это нужно? Они же не выполняют функции. Далее, напевно, нужно радикально изменить подходы контроля громадской государства. Я вам скажу с этим дельничным, но не уже не зрозуміло, что можно было бы спокойно на конкурсной основе, чтобы люди могли выбирать из двух, трех профессионных подготовленных дельничных, чтобы он мав конкурс с участью просто стоял между милицией и афганцами, когда происходили эти события в парламенте. Я хочу сказать, что если бы милиция не повела так, как она себя повела, то было бы лужа крови. А как она себя повела? Она просто стояла. Не дай бог, они сжались и стояли, и они терпели, на них бросались, их оскорбляли, их пытались бить, они стояли, потому что, может быть, были свои, потому что с ними воевали такие же, как они, потому что первая от этих реформ пострадала именно милиция, потому что закон, который был принят, первые льготы, которые убрал, он убрал у милиционеров, у тех людей, которые выполняют приказ. Он сократил на 50%, у них было без... Он это кто? Закон. Принятый закон 91-27, известный, на 50% милиция была бесплатное жилье и оплата коммунальных услуг. Это было сокращено, все порезано. И милиция стояла и держалась. И тут надо действительно этим людям объявить благодарность, поблагодарить от всех, потому что то, что они сделали, это был действительно профессионализм и подвиг. Если мы все время будем эту милицию бить по голове, а мы ее бьем в зависимости от смены власти, мы повесим на бутылку водки фуражку в Верховном Совете и будем говорить, что мент, вор, алкоголик и негодяй. Мы будем это говорить постоянно. Он будет таким. Эта милиция есть отображение, к сожалению, этого общества. Мы не сможем ее сделать лондонскими боби и американскими копами, потому что она четкое отображение общества, в котором мы живем. Мы должны изменять эту систему, но не издеваться. Они самые, они самые обиженные, эти милиционеры, потому что, когда увольняют начальника РОВД, он идет и строит себе супермаркет. А милиционер, который прапорщик уходит, он идет охранником в этот супермаркет. Вот в этом есть разница между милиционером. Все абсолютно верно сказано, но вопрос идет про инше. Мы можем в обществе выбирать лучше, хотя общество имеет свои права. Можем. Теперь возникает вопрос. Вы еще один подход забыли. Надо прекратить воровать из бюджета и давать это милиционерам. Нам потребно с вами отдать людям чесную ответственность, кто винуват в этом. Мы с вами политики, я Володимир Олійник, вы, потому что и нынешняя, и минулая влада ничего не не делала для реформирования. Министрии, менялася форма, а реально ничего не делали. Теперь смотрите, до чего мы пришли. Мы, не дофинансовывающие милицию, то есть мы даем на заработную плату, частково даем на энергоносии, дальше, мы не даем сповна, например, на батареально-технічное идти, потому что мы будем карать. Ви возьмите грузинский опыт, он же так, что дали безопасность, и даже идут операции, связанные с провокацией, когда приходят и пьяные водители, работники внутренней безопасности, идут, чтобы остановиться, спросить, если дают хабарь, когда подкидают деньги, когда пробуют провокировать, то есть постоянно держат милицию в режиме таком, чтобы они знали, за вами пильное око и внутренней безопасности, и общества. И поэтому в этом отношении нам нужно честно сказать, вина политиков в том, что они не реформировали, а сегодня говорят про проблему, не начать это проблема народу. Проблема народу, что они нас таких выбрали. Мы сгодны, особенно тех политиков, что сейчас у владе. Поэтому конкретная пропозиция, первая, министр полтора года, он уже как министр, начать можно было за месяц. Первое, дать вказовку, припинити каральні заходи милиції проти громадян и бизнесменов. Первая вказовка. Если за полтора года нет, мы готовы допомогать, как опозиция. Вказовка номер два, пане Володимире, отновить для дельничных инспекторов повне финансирование. И саме туди спрямовать 50 тысяч внутренних військ резерву для захисту людей на земле в селах, проти аптек, которые торгуют травмодолом, конкретно, в конкретном месте, где живут наши дети, наркопритоны, на Троєщине, на Оболоне, их знают все жители, которые живут в этих районах и телефонуют 0,2 нижняя реакция. Ось куди спрямовать другую вказовку, третья вказовка, криминальная милиция, и это протягом месяца можно было сделать, и треба, криминальная милиция, спецподроздили, специальное забезпечение, приоритетное финансирование и на борьбу с криминалом, на борьбу зі злочинностью. Четвертое, те, что можно было на другий месяц сделать, налагодить борьбу с коррупцией в властных Державна Безпеча. Знаете, чим вона відрізнялася від колишнього комітету Державної Безпечи? Знаю, безумови. Бо там була еліта, і там не було таких корупційних дій, як сьогодні є в Службі Безпечи. Тобто сьогодні є також проблема. Тому давайте говорити відверто. І в цьому відношенні я хотів би, щоб ми вибудили професійну розмову. Тому що от ви візьмите, то це в когось забрати. А якщо його і скрізь не вистачає, то потрібно, щоб сама держава прийняла рішення радикальної реформи. Радикальне рішення цих студент, який не загинув в міліції. І на завершення. Студент Дило загинув саме в райвідділі. Міністр мав звернити тих міліціонерів. Вони всі заковані тепер. Безперечно. Але міністр не дає вказівки мордувати. Створені такі умови, коли туди пішли люди, які абсолютно, ви знаєте, яка мати їх виховувала і породила, що вона, він знущається над людиною. Напевно, є проблеми в суспільстві. Але давайте візьмемо звідти кращих. А тепер, що ще одну елементу реформи. Всі фахівці говорять, реформу не може проводити те відомство, по відношенню, до якого проводиться реформа. Не може. Бо це закінчиться в найкращому рівні реорганізацією, збільшенням ще кількості. Реформу повинен проводити хтось з боку. Це так, як хірургічна операція. Бо ми говоримо про хронічну хворобу. Хірурж себе не оперує. І навіть близьких і рідних. Тому потрібно, напевно, на рівні РНБО створити відповідну структуру, яка по затвердженому плану, концепції, просто, по любим рішенням, поетапно проводила цю реформу. Саме відомство, любе, не може себе реформувати. Але якщо ми не будемо... А це люди розуміють. Я ще кажу, якщо ми з вами не будемо говорити про ці речі, а просто казати караул, то нічого не зміниться. І тому, в тому числі, я був ініціатором парламентських слухань, для того, щоб рухатись далі, а не просто вести розмову. Вопрос можна, колеги? Вопрос можна. Зараз, господин прокурор, ви скажете? Дякую. Дякую. Я думаю, що тут є ще загальнодержавна проблема і проблема нашого верховенства права. Розумієте, міліціонер, який розкриває злочин і працює злочинцем, повинен бути впевнений на 100% що, якщо він чесно виконує свій обов'язок, цей злочинник через місяць не відкупиться від прокурора, не відкупиться від судді, не вийде на волю і не прийде додому до цього міліціонера і не зведе з ним рахунки. Сьогодні такої впевності у нас немає. І тому міліція дуже обережно працює. Ну, нормальні люди працюють, але є така проблема, що він свій обов'язок, міліціонер, виконає, а його здадуть або його начальники, або ті, хто над ним наглядає і хто вище нього. От ще в чому проблема. Повинна бути загальне верховенство права в державі. Закон повинен бути однаковий для міліціонера, для прокурора, для суддів, для прем'єр-міністра, для всіх. Як це зробити? Європа, яка це давно зробила, 500 років тому назад. А Європа це зробила. От і нам так треба зробити. Савік, тут ідея слідуюча. Реформуючи одну структуру і не реформуючи інші, ми будемо мати якраз таку ситуацію. Тут навели порядок, а там продаються справи. Ми повинні поступово реформувати. Але там, де найменше потрібно затрат, ми зараз робимо. Це реформування кримінальної юстиції. Не органів, а кримінальної юстиції. Той же законопроект президента по декриміналізації – це один із кроків. Тобто там, де в бізнесі, там, де є господарські злочини, вже практично, якщо ми його приймемо, не можна заарештувати. Це перший крок. Це важливий крок, коли через арешті мурдували, знищували бізнес. І ми повинні йти по декриміналізації. Ми повинні прийняти і новий кодекс, як правило, кримінально-процесуальний, де є змагальні сторін, де абсолютно інші умови захисту для людини, яка попадає під якісь стосунки з правоохоронними органами. І тому цей шлях ми повинні швидше проходити, бо він найменш затратний. Дякую. Дві минути і питання, і відповідь, і все. Через дві минути. І взагалі ви побачите те, що ви ніколи не побачили. Так, продовжуємо. Прямо ефір. Владимир Святович. Доброго вечора всім присутнім. Ви знаєте, проблема набагато глибша, ніж ми її тут хочемо так взяти з наскоком. Проблема лежить в тому, що ми за 20 років не прийшли до виховання нової людини. Що в міліції, що в суспільстві. І коли сьогодні звинувачують жорстокості, а я хочу на цьому наголосити, то скажіть, будь ласка, як наша молодь, яка приходить в міліцію, не буде жорстокою, коли вона надивилася телебачення, програм, крові, надзвичайних подій, ЧП, і все це з екрану, но в достійному блоці постійно лється для нас. Якщо не образив, то вбив, якщо не вбазив, то повісив і так далі. І ми виховуємо суспільство жорстокості. Просто-напросто. І людина, отримавши платні повноваження, стає і цю жорстокість, яку вона побачила в кіно, стає таким суперменом. Вона тепер стала великим ментом, вибачте, гай вони вибачать, міліціонери. І показує на людях, таких же, як він, звідки він прийшов, як він може це проявити. Сьогодні 74% тут, а загальноукраїнська статистика 63% наших громадян бояться, що коли вони зустрінуться з міліціонером вічнавіч, до нього можуть застосовані туртури бути. Це питання перше. Питання друге. Ми сьогодні за 20 років не змінили нашої ментальності, яка була 20 років назад у тій державі, за якою був принцип. Всі люди, злодії, або казнокради, або злочинці, або вбивці, або порушники. Чесних людей немає. І завдання міліції полягає в тому, що вони повинні знайти цього чоловіка і знешкодити. Чесних людей апріори не існує. А треба поміняти точку зору на людину, на громадянина. Всі люди чесні, всі люди порядні. Вони добропорядні сім'янини, вони виховують своїх дітей, піклуються про батьків і так далі. А серед них є унікуми, які мають якийсь кримінальний ухів. Так ось з цими треба боротися. І останнє, Славік, я хочу сказати, міністр тут говорив дві години, на жаль, ми чули його уривками, що конче не вистачає грошей. Я вам хочу сказати, що у 2005 році, будучи головою комітету по боротьбі з корупцією, ми вивели на чисту воду одного полковника Львівської області, який працював в ДАІ, і контрабандно ввозив машини, перебивав номера і їх продавав. І продав їх небагато не мало на 450 тисяч доларів. Сьогодні він вже генерал, він начальник УВД Рудницької області, якщо мені пам'ят не зраджує. Але питання, що для цього треба гроші? Ні. Другий приклад вам скажу. Чому Україна сьогодні стала відстійником для кримінального елементу країни СНД? Добре слухати грузинського міністра. Коли їм оголосили війну і сказали, що їй буде земля горіти під ногами, цей елемент опинився в південних областях України. Для цього теж треба гроші, щоб їх знаходити. Дивним чином, телеглядач, це мені не дасть брехати, як тільки трапилось вночі 23-й годині оце жахливе вбивство. Наранок міліція повідомила, хто це зробив. В мене питання, якщо ви знали, що такий елемент є, що на ньому дві смерті в Закарпатті, чому ви його вичікували? А може ви дах поставили над ним? Що для цього теж треба гроші? Не думаю, правда? І ось саме останнє. Корупція в системі органів внутрішніх справ. Українська область. В сім'ї п'ятеро дітей. Старший, якому 20 років. Відслужив ВДВ. Приходить влаштовуватись міліцією. Каже, ми його беремо. Хороший, спортивний, складений. Навчимо і так далі. 10 тисяч доларів, будь ласка. Батько каже, ну де я вам найду 10 тисяч доларів? Вибачте, п'ятеро дітей. Я сам працюю, дружина виховує дітей. Нічого не знаємо. 10 тисяч доларів питання закрите. Для цього теж треба кошти з державного бюджету? Ні. Треба просто ментально змінюватись і дивитись на суспільство з усіх інших рамках, в порівнянні з тим, що було 20 років назад. Дякую. Андрей Діден. Ми говорили про реформування міліції. Ми говорили про довіру людей про міліцію. Ви нагадували про цифри, які безпосередньо коментував міністр. Це цифри жахливі і вражаючі. Це цифри, які провели соціологічне дослідження Харківський інститут соціальних досліджень спільно з Харківською правозахисною групою. І в 2009 році жертвою незаконного насилля в міліції стали 604 тисячі українців. В 2000... Я, от ви повторяєте ці дані. Ми їх показали. Міністр сказав, принесіть мені списки. Принесіть їму списки. Зачем ви повторяєте те, що ми вже говорили? Це неможливо. Це майже кожний сороковий громадянин України. Він скаже, що в нас зареєстрованих злочинів тільки 600 тисяч. Так. Але катуванням незаконному насилю піддаються саме ті люди, які не зафіксовані. Тобто тіньові затримання. І катування відбувається тоді, коли немає процесуального статусу людини. Коли він не є затриманий, обвинувачений. Святослав Піскун, ви це слухаєте? Не похоже на статистику. Я от слушаю цифру. Цифра не вміщається в моє мировоззрення статистики. Я відповідь у міністра, що він сказав, що в минулому році ми отримали 7 мільйонів протоколів. Думайте, 7 мільйонів протоколів він сказав з трибуни Верховної Ради. Правосвісники кажуть, що 990 тисяч при цьому пострадали від неправоміри дій. Може бути один з семи? Я думаю, що цілком реанку, якщо ця цифра вже оборудована. Ні-ні-ні. Він сказав, що не постраждали за незаконних дій. Жертвами незаконного насилля. Незаконним насиллям. О, жертвами незаконного насиллям. Ви чуєте? Незаконним насиллям. Ну, та це ж не насилля протокол. Ми вважаємо не тільки катування тортури, але і психологічний тиск на людину, і приниження її честі і гідності. Трошки хибна. Не можна насиллям назвати складання протоколу. Наслідки цього незаконного насилля жахливі. Наслідки вражаючі. Ви згадайте хоча б випадки, наприклад, катування в міліції і засудження людей до довічного позбавлення волі. Це і Олександр Рафальський, який засуджений до довічного позбавлення волі, і комітет ООН по запобіганню катувань сказав, що катування мало місце. Доповідь міжнародної амністії говорить про те, що катування мало, а випадок з Яконавстроганом, якого двічі катували в суд, його привезли з синцями. І прокуратура каже, немає складу злочину, немає винних в цьому злодіянні. Я думаю, що нам потрібно несперечатися над цифрами. Має місце факт, явище, коли потрібно міняти радикальну ситуацію. З цим треба погоджуватись, а не там говорити про які відсотки. Тривогу б'є вже суспільство. Все потрібні зміни не для Європи. Уже народ давно вимагає проведіти ці зміни, бо так далі жити просто неможливо. А давайте з іншого аспекту на це глянемо. Партія власті вже радикально провела реформу, наприклад, пенсіонну. Давайте ми обратимося к начальникам РОВД і просто спросимо, скільки личного состава осталось в РОВД. Да, я согласен, що є случаи, коли люди бояться сталкиваться з милицією, а коли цієї милиції просто немає на вулиці. Какі происходять? Давайте спросимо, яка ординарна пріступна? Що зробило? Скільки рапортов легло после цієї пенсіонної реформи? Куди ушли професіоналі? Це люди действительно являться професіоналами. Осталась вот эта молодая поросль. Неквалифицирована, неграмотна. Ушли сейчас, благодаря этому, самые грамотні. І ви добре знаєте, що це не перша філя. Це не перша філя, коли пишуть професіоналі. Це не перша філя, на жаль. Це основной удар по милиції, який нанесен зараз. Преступність на вулицах растет, к сожалению, в нашій країні, в связи, зв'язані з кількостю милиціонерів. Чем більше милиціонерів, тим більше преступність. Це однозначна формула. Меність віду, через п'ять минут люди будуть переголосовувати. Вопрос, можливо ли реформувати українську милицію. Вони були большими оптимистами в начале программы. Меність кілька слів. На цю тему, я надеюсь. Першу, що хочеться сказати. Нас слушають сьогодні по телевізору 300 тисяч милиціонерів. І коли ми говоримо милиція, ми дійсно не маємо ті хлопці, які сьогодні захищають, які охоронять, і які несуть за копійки сьогодні свою соціальну долю, свою соціальну функцію. І коли ми говоримо о милиції, ми в першу чергу должны показати людям соціальний пакет. Сьогодні вони видять корупційний пакет, який їм предлагають, коли людина йде устраиватися. С нього требують гроші за те, що його взяли на роботу. Потім с нього требують постоянно, що він має віддати. І він постійно працює на корупційну систему. А якщо буде мотиваційний соціальний пакет, то ми зможемо тогда і совершенно другого качіства людей привлекати правоохранительні органі. Тут говорили несколько слов относительно, що в Європі не так. І що 200 років назад Європа змогла поменяться. Так вот, 200 років назад Європа ушла від презумцій виновності і признала презумцію невиновності. Ми зараз живемо, коли є презумція виновності. І отсюди такі колосальні нарушення. І отсюди по 70 тисячам протоколам 700 тисяч. Та і міністру сложно. Наталья, давайте ми тоже с Європою немножко будемо обходиться інакше, тому що ми говоримо Європа 500 років, Європа 400 років. Всього лише на першій неділя Україна відмічала 70-ліття Баб'єва Яра. 70 років. В Європі теж закони змінялися, і поліція мала те права і інші права. Але я кажу о презумцію невиновності. Ось презумцію виновності Європа відказалася 200 років назад. Вспомніли о пенсіонной реформі, ось налоговій реформі. Я взяла, я не буду читати. Але тільки самі яркі случаи обращення підприємців після налогової реформі, коли безпредел контролююючих органів, коли приходять, отнимають і закривають бізнес. Послідній, самий яркий пример – це ресторан «Краївка» в Львові. Це одне з найпосіщаємих місць в Європі. Зараз на цей ресторан, на це предприємі, холдинг «Емоцій фіст», оказывається колосальне давлення правоохранительних органів. Без каких-либо представлений, маски-шоу, давлення і з требованням закрити це підприємство. І таких фактів у нас тисячі за останні годи. Тому задача сегодня – поменять систему і розуміти, що бюджет платять люди. І якщо милиція не буде виконувати свою соціальну функцію, то цю соціальну функцію люди возьмуть на себе і научатся самі себе захищати. Вот цього допустить нельзя. І для цього я верю, що реформа може бути, але її треба зробити. Савік, от тут дуже цікаво, що ця тема нас повинна об'єднати. Нас повинна об'єднати і опозицію владу, і вдосконалити так систему МВД і в цілому органів кримінальної юстиції, щоб вона працювала ефективно. Це тема для об'єднання. А ви знаєте, у мене є ще одна тема для об'єднання. Ось це точно. Це українська красота. Знаєте ли ви, що 13 сентября в бразильському місті Сан-Паулу 23-х літня одеситка Олеся Стефанко... Майбутній юрист. Да, будучий юрист. Майбутній прокурор. На конкурсі. Вона вчитися на прокурорському факультеті. А на будучий прокурор. Ми зараз посмотрим, ми по лицю поймем, она прокурор или нет. Сравним с вашим і поймем. А годиться ли? Она завоевала корону первой Мисс Вселенная. Це лучший результат України за 15 років участия в конкурсі Мисс Вселенная. Ми поздравляємо Олесю і Национальний комітет Мисс Україна Вселенная. Итак, первая вице-мисс Вселенная Олеся Стефанко. Национальний комітет Мисс Іудейська юридична академія. Я дійсно планую зв'язати своє майбутнє життя з прокуратурою. Скажіть, будь ласка, у мене інший питання. Дівушку, яку ми бачили, яка виграла, вона представник Санголи. Ви з нею спілкувалися? Так, звичайно. На конкурсі всі дівчата підтримують дружні стосунки. І з Міс Санголою ми також спілкувалися. Ми недавно відвідували разом з нею Формулу-1. Я там була на запрошення комітету Міс Сесвіт. І ми також провели там досить добре час. І спілкувалися. Вона досить хороша дівчина. Я дійсно дуже за неї рада. Африка, континент будущего. Ну що ж, ми вас ще раз поздравляємо, Олес. Дякую. Видіте, от вам, пожалуйста. Краса реформує прокуратуру. Краса не реформує прокуратуру. Краса врятує слід. Обов'язково врятує. Я не прошу на адвокатуру. Ви будете чарівним адвокатом. Ви знаєте, можливо, я подумаю. Влада пропонує кримінально-проційний кодекс вестися в 17-му році тільки. Навіщо їм стільки часу, не знаю. Я думаю, за півтори... Ну, так написано в приході положення. Але адвокату були чудові. Я подумаю. Дякую. Ні, в нас... Не можна? Подякувати віцеміс. Пожалуйста. Я через чотири дні після вашого триумфу був в Латинській Америці і зустрічався з нашою діаспорою в Бразилі, Парагвай, Аргентині. І от вони були в такому захопленні, побачивши ваше обличчя, кажуть, так є з чим пишатися. Подякуйте, ми ж українці, ми ж відчуваємо, що ми єдина родина. Так що я від багатисельної української діаспори дякую вам, що ви підтримали престиж держави. Дякую. Дякую. Все, відпускаємо? Али ще? Нет? Нет? Хай рятує світ. Ну, я навіть не знаю, кому рядом посадить. Ну, кто заслуживає? Ну, все встані. Ну, рядом з прокурором. Дякую на дзині. Так вас куди, сюди? Я скажу. Ну, давайте между мужчинами. Да, ми переголосуємо, а потім... Женщина, я себе не очень комфортно чувствую. Продвигайтеся. То есть, женщина рядом с женщиной не очень комфортно себя чувствует. Да. Женщина себе комфортно чувствует все-таки рядом с мужчиной. Ну, встані, влада більш комфортно. Давайте переголосуємо. Вот, вы слышали министра, вы слышали парламентариев, вы все поняли. Значит, мы говорим, возможно ли реформировать украинскую милицию? Вот, после дискуссии, что вы поняли? Возможно ли реформировать украинскую милицию? Номер один. Ну, сейчас попробуем, если у нас будет время. Если мне скажут, что есть время на еще одно голосование. А пока давайте сравним. Можно ли со... Создать. Ну, я тогда предлагаю вопрос Николаю Катеринчукам. Можно ли создать новую милицию? То есть, полицию. По европейскому уровню. Да, можно ли создать полицию? Новую милицию. Истина новую. Нового качества. Нового качества. То есть, не реформирование этого, а просто нового качества. Видите, было так. Было 88-12 рожденных в Украине, которые считали, что да, можно. А сейчас, я думаю, будет меньше. 79. Но ненамного. Мы не... Вот сколько вреда мы не хотели нанести, но мы его не нанесли. Но это обычно происходит. Сейчас. А что касается руководителей агентств недвижимости? А мы не успеем проголосовать. Ладно. Николай Катеринчук, в следующий раз. Не успеем просто. Итак. 80 было. Тех, кто считал, что да, можно. А вот после этой дискуссии, нашей... 72. Тоже там, ну, не так много. Все же большинство людей считают, я думаю, в том числе считают, что можно провести такую реформу, которая совершенно новая. Новые правоохранительные органы. Полицию. Так, мы благодарим салон рояля и пианино компании «Бегштейн» в Украине за этот вот прекрасный рояль. И, значит, у нас сегодня гость Сайрус Чеснад. Это очень известный американский джазмен. Вчера на своем первом концерте в Дворце Украина Святослав Фокорчук посвятил песню. Я был на этом концерте, это просто было великолепно совершенно. Он посвятил одну из песен Стиву Джобзу. Стив Джобзу, один из основателей компании «Эппл», который скончался в ночь на четверг 6 октября. И слава посвятил ему «Можа в сене так». Песня. Да, и Сайрус Чеснад также посвящает свое произведение Стиву Джобзу. Good evening. I'd like to say that the world has lost a great man a few days ago. Несколько дней тому назад мир потерял великого человека. He did things that change the way how we live. Он сделал то, что изменило нашу жизнь. и как мы думаем. И как мы думаем. At this time, I would like to play a tribute to a great man. Я бы хотел посвятить свое произведение великому человеку. Да, и завтра Сайрус Чеснад, да, он, где он будет выступать, в киевском концерт-холле Freedom он представит свой новый альбом Journeys. Завтра Freedom. Игорь Негода КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ